Кто присоединится попозже, тот уже присоединится попозже. Всем привет, всем здравствуйте, добро пожаловать на первую лекцию второго курса по тестированию. То есть в целом второй курс – это курс автоматизации, где мы будем учиться не просто писать автоматические тесты, где мы будем учиться писать код, но будем учиться программировать с самого начала, программировать на Java. Курс рассчитан, сразу скажу, полностью с нуля. То есть мы будем разбирать совсем-совсем-совсем азы. То есть курс рассчитан на тех, кто с программированием не сталкивался вообще никак и про программирование слышал максимум из анекдотов на тему «ты ж программисты». Соответственно, что сегодня? Сегодня я хочу начать со вступительной лекции. Я расскажу вам про то, кто я такой для тех, кто меня еще не знает. Я расскажу про то, что мы будем проходить. Видите, какие-то небольшие теоретические знания. Ну и в принципе теория в большинстве своем на этом будет заканчиваться. Дальше пойдут только практические знания. Сегодня же вы получите свое первое маленькое домашнее задание, а именно скачать и установить некую программатуру. То есть программатуру, которую мы будем использовать, она вся бесплатная. Ее покупать не надо. Ее не надо качать с торрентов. Ее не надо качать еще откуда-то, ломать, ключи подбирать и все остальное. Все бесплатно, все в рамках закона, поэтому можно не переживать. Про это я расскажу вам чуть-чуть попозже. Соответственно, то, чего нет у слайдов, потому что слайды были подготовлены на оффлайн лекции. К сожалению, на данный момент пока что мы начинаем с онлайна. Да, сразу скажу, что это не самый лучший вариант учиться. Это сложнее. Я сам очень сильно топлю за оффлайн лекции. Но вот тут вот сегодня обнадеживающие новости появились, что вроде как там типа а-ля с 6-го часа собираются снять режим ЧАЭС и вроде как потихоньку будут чего-то там разрешать. И я очень надеюсь, что мы вернемся в класс, потому что класс скучает, кофейный аппарат скучает. Я скучаю и очень хочется очного общения, чтобы можно было и подойти пальцем, поводить по монитору и так далее. Поэтому пока что мы онлайн. Вопросы можно задавать. Все митинги у нас будут, митинги, собрания, лекции будут проходить, используя Google Meets. У нас подписка есть на него. Он у нас не лимитированный. Соответственно, без каких-либо проблем удобно. То, что ничего ставить не надо, все здесь на месте. Соответственно, те, у кого есть микрофоны, и кто не стесняется в них говорить, добро пожаловать, я буду рад вас услышать. Если те, у кого нет микрофона, либо есть микрофон, но стесняются по разным причинам что-либо сказать, есть чатик у вас справа сбоку. Соответственно, вы можете этим чатиком пользоваться, и вы можете в этот чатик отвечать. Начнем, пожалуй, с презентации. Сегодня мы поговорим о том, что такое вообще автоматизация. Я расскажу вам про саму индустрию, потому что, в принципе, кто-то из вас уже работал мануальным тестировщиком, кто-то из вас уже прошел первый курс, кто-то работает, кто-то еще в поисках. И расскажу, что мы будем конфигурировать, что мы будем использовать. То есть, соответственно, опять я, да, то есть это мой любимый слайдик, который я использую повсеместно всюду. Кто я такой, почему я здесь сижу у вас, и, как говорится, почему я тут, почему я выношу вам мозг, почему я вообще имею право здесь что-то говорить. То есть, в целом, да, меня зовут Дмитрий, можно меня давать и на Диму, давать и на ты. Вот, я стар, конечно, но хочется себя еще немножко почувствовать молодым. Вот, поэтому, в принципе, давайте на ты, поскольку общаться нам с вами с большинством очень много придется, и так нас, на самом деле, намного проще. Ну вот, так, кто-то к нам еще присоединяется, добрейшего. Ну вот, соответственно, помимо того, что я 8 лет уже являюсь тестировщиком, прошел путь, в принципе, от джуниора до руководителя отдела. Более 17 лет я в целом в IT-шке, и администрированием сетей занимался, и программист Fullstack, начинал с PHP, закончил Java, и, в общем, базовик, и чего я только не делал. То есть, знания есть, есть чем поделиться. Вот. Так. Вот. Соответственно, я начинал работать именно тестировщиком я с одноклассников, работал в 4Finance, прекрасная компания, которая до сих пор с теплотой вспоминаю, Меа Волит. Вот. SunFinance. Сейчас работаю в такой компании, как Bill.me. Вот. То есть, в целом, я практикующий тестировщик, я не просто преподаватель, у меня есть full-time работа, и курсы – это, в принципе, побочное явление просто для удовольствия. Вот. То есть, для разнообразия. Поэтому лекции нету в рабочее время, тупо потому, что я в это время работаю. Вот. Так. Здравствуйте. Кто присоединился. Вот. Соответственно, да, что в мои обязанности входило – это практическое тестирование, это проведение воркшопов, это написание документации. Никто не любит документацию, менторство, менеджмент, и чего только там не было. В общем, много чего буду рассказывать, передавать вам максимально знания. Соответственно, как бы, надеюсь, что будет полезно. Вот. Так, открою, ну все, на весь экран, чего уж там. Вот. Соответственно, это самый важный слайд. Я в понедельник это рассказывал на первом курсе. Те, кто ходит параллельно на два курса, те, кто ходили на первый курс повторения, потому что с первым курсом это не всегда усваивается. Вот. Для тех, кто меня видит в первый раз, это самый важный слайд на любом курсе, в любом учебном заведении. Это самый важный слайд везде. Я его пихаю абсолютно везде. То есть, ребята, самое важное, это задавать вопросы. К сожалению, мы живем в постсоветской стране, мы живем в стране, где почему-то люди очень стесняются задавать вопросы. Притом, отмазы могут быть абсолютно разные. То есть, это может быть там типа, а-ля, не хочу выглядеть глупым, не хочу показаться дураком, ой, не стыдно, ой, мне неловко. Самое ужасное, что можно подумать, ну, я потом почитаю, потом пересмотрю, потом наверстаю. Не будет этого потом. Ребята, задавайте, пожалуйста, вопросы. Идея в том, что лучше вы зададите вопросы здесь, на месте, вот в момент презентации лекции, чем вы потом обделаетесь, где-то на собеседовании, делая домашку и так далее, и так далее. То есть, соответственно, огромная просьба в вопросы. Чем больше вопросов, тем лучше. Вы сюда пришли не просто так, вы пришли сюда учиться. Вы тратите, пускай небольшую, но денежку. Ну ладно, денежку, денежку можно заработать. Вы тратите самое дорогое, что вам никто никогда не вернет. Это ваше время. Я в полном вашем распоряжении. Насилуйте меня вопросами, прошу вас. То есть, как бы насилуйте меня полностью. Идея в чем, что эти вопросы помогают не только вам освоить материал, заполнить пробелы. Эти вопросы помогают мне потом дальше скорректировать лекцию. На базе ваших вопросов, на базе того, как я вижу, как идет курс, этот QE2 курс, он переписан. Вот это вот то, что мы сейчас проходим, это переписанный курс уже 14 раз. Первый раз, когда был первый прогон этого курса, это было чуть более 4 лет назад. Это надо было видеть, мы тогда еще вместе с Джавагуру преподавали в подвальчике. Это вот после лекции. Выходил я, с меня можно было майку выкручивать, потому что это очень тяжелый курс. Его очень тяжело преподать, его очень тяжело донести, потому что помимо самого тестирования здесь еще идет программирование с нуля. То есть, в принципе, считайте, что вы после этого курса выходите не только с навыками автоматизации, а уже с навыками программирования вы уже программировать что-то можете. Соответственно, получается, что я выходил, меня можно было выкручивать, выходили студенты такие же. Я вообще, я им памятник готов поставить при жизни. Я не понимаю, я сейчас оборачиваюсь назад, я не понимаю, как они терпели это все. То есть, как бы у них просто какая-то адская выносливость была. То, что сейчас, это уже 14 раз переработанный курс, он уже намного более мягкий, плавный, уже по-другому доносится информация, по-другому этот курс сложен. То есть, соответственно, намного проще усваивается, и проблем с этим курсом намного меньше. Но курс реально сложный, но очень интересный. Поэтому для того, чтобы освоить его, очень вас прошу, задавайте вопросы. Вопросы можно задавать во время презентации. То есть, я не заучиваю ничего. То есть, как бы я не заучиваю лекции, как-то многие стоят нам перед зеркалом, репетируют. Нет. У меня, если вы посмотрите потом видяшки предыдущих курсов, все лекции, они все абсолютно разные. То есть, одна и та же тема читается абсолютно по-другому. То есть, что в голове, то и несу. Когда мы будем программировать, а программировать мы будем в реальном времени очень много. Здесь, то есть, как бы, соответственно, не бойтесь меня останавливать. То есть, как бы в чат кричите, типа, «Подожди!» Там голосом кричите «Подожди!» Потому что многие из вас будут, а то и все будут параллельно что-то пробовать программировать, тренироваться. То есть, как бы нам спешить некуда. Вот. Соответственно, пожалуйста, если вы не успеваете, дайте знать. Это для вас же. То есть, как бы не надо думать, что вы потом допишите, что вы потом перепишите. Потому что потом, даже если вы сядете дописывать переписок, в голове будет пустота. Лучше переспросить, лучше попросить подождать. Ничего в этом страшного нет. То есть, как бы самое тупое, что вы можете сделать, это промолчать. Поэтому, как бы, давайте не будем тупить и будем задавать вопросы. Не понравился вам, не нравится вам задавать во время презентации, как говорится, стесняйтесь еще что-то. Есть у нас, так, сейчас я сразу поменяю, у нас раньше был Skype, Skype скурвился. Да что ж такое, что ж ты будешь делать? Так, по-моему, пишется WhatsApp. Да, вот он, WhatsApp. Да, то есть, есть WhatsApp, есть общая группа. Вот, соответственно, есть WhatsApp, есть общая группа. Ребята, опять-таки, тоже есть общая группа, которая официальная. Старайтесь туда не флудить. Для того, чтобы просто поболтать, у нас есть отдельная группа болталка. Я там скидывал, потом еще, наверное, уже завтра с утра продублирую еще раз эти линки для тех, кто присоединился попозже. Вот. То есть, давайте этот чат оставим официальным, чтобы его не мьютили, потому что часто, когда там начинается холивар какой-нибудь, там его начинают мьютить, отключать уведомления, и потом официальную нормальную информацию просто пропускают. Вот. Не стесняйтесь задать вопрос в общем чате. Задайте вопрос мне лично. То есть, как бы, я, да, я работаю, я могу не сразу отвечать, но я потом отвечаю. То есть, как бы, либо, если я вдруг свободен, я могу сразу ответить, если вопрос, например, простенький. Если вопрос сложный, или я, например, где-то на совещании, либо где-то занял, где-то еще что-то, я отвечу попозже. Там как бы, ну или если вы там написали, например, там в 12 в час ночи, иногда в это время я сплю, и тогда я уже буду отвечать вам утром. То есть, как бы, но я отвечу. Имейл есть, но честно вам признаюсь, имейл не самый лучший способ коммуникации. Я очень не люблю отвечать на имейлы, вот честно. Вот. Поэтому имейл, ну на крайний случай, но лучше не стоит. Телефон. Ребята, все мы взрослые люди, не надо стесняться, то есть, как бы, зачастую реально проще позвонить. То есть, созвонились, обсудили, выяснить, чем писать талмуды, пытаться это все объяснить, пытаться как-то это все там расшифровать и так далее, и так далее. Реально иногда проще, сильно проще созвониться сразу там, а иногда мы созваниваемся вот так вот через Google Meets, просто там вот вдвоем, и, соответственно, вы можете расшарить, показать свой экран, и я сразу могу посмотреть, где у вас ошибка, где у вас еще что. То есть, как бы, зачастую так тоже делаем. Вот. Особенно это касается Java курса, потому что там, там объемы чуть-чуть побольше еще кода. Вот. Телефон здесь дан, имейл здесь дан, есть еще имейл на сайте, который info.qyguru.lv, вот туда тоже можно писать, там тоже я сижу, то есть, как бы, каким бы тупым вопрос вам не казался, задайте его. Не бывает тупых вопросов, бывает тупое молчание. Очень вас прошу. Не просто так я заостряю внимание на этом слайде, да, то есть, как бы, потому что, в конце концов, всегда находится достаточно много людей, которые что-то упустили. Ой, я там упустила, ой, я там не понял. Вот. И у меня один вопрос, ну, почему вы не спросили? То есть, как бы, ну, серьезно. Очень часто бывает, что тоже вот, особенно второй курс, преподавать достаточно сложно. Почему? Потому что я в айтишке уже более 17 лет, и мне как бы, ну, многие слова кажутся тут, как вот вам слово мама, то есть, оно прям как будто вот с детства, у меня с молокоматери было передано. И часто я какими-то такими терминами могу бросаться. Я стараюсь себя контролировать, но иногда могу не замечать, что я что-то могу такое сказать, чего вы не знаете. И в результате, как там одна студентка сказала, говорит, ну, что это за птичий язык такой? Поэтому, если где-то какой-то термин проскочил, который вы не знаете, пожалуйста, тормозите меня и спрашивайте, типа, что за термин, объясни и так далее. То есть, как бы, лучше всего мы, когда мы это все... Про вопросы, я думаю, мы поняли. Вопросы есть? Походу, нету. Дима, сколько будет примерно плюс-минус занятий на этом курсе? Сейчас, пойдем дальше. Следующая презентация. Следующий слайд. Да, смотрите, на тему самого курса, в принципе, официально, изначально рассчитывалось, что будет 10 лекций, 11 лекций, это выпускной, вот, но я сразу предупреждаю, что будет в 11 лекций мы не уложимся. То есть, их будет намного больше, стоит рассчитывать где-то от 13 до 17 лекций, плюс-минус, то есть, очень сильно зависит. Я сразу предупреждаю так, что если вам очень важно уложиться строго в срок, там, и вот, чтобы было строго 10 лекций, ребят, это не сюда, то есть, как бы, я сюда прихожу не отчитать лекции, эти курсы сделаны были для души, эти курсы были сделаны для удовольствия, эти курсы были сделаны для того, чтобы не просто прийти отчитать лекции, а максимально из вас сделать профессионалов, максимально отдать вам информации, то есть, как бы максимально много сделать за вот эти вот ничтожные, там, 2 часа в неделю. Вот, соответственно, лекций будет больше, на опыте, мы еще в 11 лекций никогда не вкладывались, почему? Потому что где-то я понимаю, что мы буксуем, тормозим, нам надо где-то остановиться, подробнее взять, особенно это касается второго курса, то есть, где-то какая-то тема, например, я понимаю, что тяжело идет, мы к ней можем вернуться, мы можем ее еще раз разобрать на других примерах, то есть, я могу отвечать на какие-то вопросы еще как-то. Вот, бывает такое, что где-то параллельно мы что-то еще берем, как вот, например, на предыдущем курсе отдельная тема была взята, как обойти рекламу. Вот, соответственно, мы рассматривали, вот именно, как запрограммировать так, чтобы наши автотесты обходили случайно всплывающую рекламу. Вот, поэтому лекций будет намного больше. Рассчитывайте где-то вот от 13 до 17, то есть, там уже как пойдет, как мы будем это все дело осваивать. Вот, лекции будут по 2 часа, больше, ну, нет смысла делать, почему? Потому что высидеть очень тяжело, особенно на удаленке, когда рядом детки, когда рядом собачки, свинки, мамы, папы, мужья, жены, памперсы сушатся, там, а у кого еще ничего нету, то тогда еще там холодильник, телевизор и так далее, отвлекая, то есть больше двух часов воспринимать информацию в принципе невозможно, меньше двух часов тут как бы мы ничего не успеем сделать, поэтому в принципе лекции по 2 часа. Помимо лекций, периодически могут случаться какие-то воркшопы, в частности, будет в воскресенье воркшоп, я завтра еще разошлю, наверное, всем информацию об этом, он не входит вообще ни в какой курс, это просто мы собираемся попрограммировать, в воскресенье вечером будет воркшоп на тему фронт-энд разработки, то есть это HTML, CSS, JavaScript, он делается больше для джавистов, потому что в рамках курса Java им приходится и фронт-энд тоже писать, не все так хорошо, у них там гладко получается, поэтому попросили сделать отдельно воркшопчик, рассчитан он где-то примерно на, ну я рассчитывал где-то 3-4 часа, вот, соответственно, как бы изначально это делается для джавистов, соответственно, все остальные, поскольку как бы мы онлайн это делаем, количество людей по факту не ограничено, поэтому те, кто желает потренироваться, попробовать что-то, welcome, я скину ссылочку, она будет доступна, то есть можете попробовать, вот, домашние работы, в отличие от первого курса, домашних работ здесь будет достаточно много, и домашние работы я вам искренне, настоятельно рекомендую делать сразу, я все понимаю, я сам был студентом, я сам все делал в последний момент, прекрасно это понимаю, вот, но, ребята, то есть первый курс, он прощает это, то есть первый курс позволяет делать домашку в конце, и то это сложно дается, второй курс этого вам не простит, почему, потому что здесь каждая следующая домашка цепляет предыдущую тему, предыдущую домашку, вот, и все это вот будет нарастать большим-большим-большим комом, потом в конце курса, когда вы чухнете, что ой, надо делать домашку, мы будем сидеть здесь в классе, я буду работать психологом, успокаивать вас, что все хорошо, ладно, ладно, сейчас все наверстаем, будем психовать, плакать, и что только делать, ругаться, и все остальное, Артур, не произноси слово Эклипс, вообще в целом нигде больше не надо, давайте помянем, помянем, вот, про то, что мы будем использовать, я расскажу в конце лекции, это будет как раз ваше домашнее задание, вот, в РТУ, ну, в РТУ, вспомнил тоже в РТУ, блин, там еще до сих пор на Паскале пишут, вот, по крайней мере, я когда там учился один год, там на Паскале еще писали, вот, домашние задания будут, там, не каждую лекцию, но домашние задания будут объемные, поэтому, в принципе, рассчитывайте, что хотя бы по полчасика в день бы, вот, было бы неплохо позаниматься, опять-таки, тоже с программированием здесь такая вещь, записи воркшоп, не знаю, я подумаю на тему записи воркшопа еще, не уверен, что я хочу ее делать, но подумаю еще, вот, на тему домашних заданий тоже такая идея, что если вы после лекции в ближайшую неделю садитесь за домашку, то, в принципе, у вас в голове что-то останется, то есть останется достаточно много, то есть, в зависимости от того, как вы ее будете делать. Если вы не садитесь за домашку, у вас остается полностью пустой лист, у вас будут пробелы, и, соответственно, в дальнейшем будет только хуже. Так, оповещения на воркшоп будут как и на эту лекцию, just to clarify. Оповещения я скину просто информацию о том, когда это будет точно проходить, вот, а ссылку на этот воркшоп я, скорее всего, вообще на сайте размещу, чтобы не надо было по чатам кидать, вот, просто на сайте будет информация, вот, либо потом покидаю еще в чат, и потом на сайте не заметят. Вот. Так, в рамках этого курса мы будем, соответственно, писать код, который будет вместо нас проходить по тестам, и мы будем писать автоматические тесты как для фронтенда, так и для бэкэнда. Фронтенд-часть, она займет большую часть, курса, она сложнее, чем бэкэнд-часть. Ну, фронтенд-часть, это, чтобы вы представляли, это когда вы запускаете ваш тест, и начинает происходить мэджик, то есть, как бы это у вас открывается окно, вы, у вас там, ну, браузерное окно, то есть, как бы, тест сам переходит на нужный вам сайт, сам открывает то, что ему надо, берет там, сравнивает, то есть, как бы, вот это весь мэджик происходит. Фронтенд-тесты в этом плане интересны, потому что это все визуально красиво. Фронтенд-тесты, почему сложнее, потому что они нестабильны, то есть, стабильность этих тестов очень низкая, и большую часть времени мы будем посвящать тому, чтобы эти тесты делать стабильными. Это, на самом деле, отличает хороших автоматизаторов от просто автоматизаторов. Почему тесты нестабильны? Потому что, ну, фронтенд, именно фронтенд-тесты, то есть, именно тесты, которые работают через браузер, прокликивают, то есть, они симулируют действия реального пользователя. Вот, а фронтенд, он зависит от очень многих показателей. Это может быть и скорость интернета, то есть, где-то интернет протормозил, тест упал, не дождался, там, когда откроется страничка, там, или что-то там, кнопочка какая-то появится. Зависит от JavaScript, где-то JavaScript по странному себя повел, там, не успел подгрузиться, либо что-то не так сделал, тест упал. Вот, протормозил ваш компьютер, например, тест упал. Вот, где-то там, не знаю, реклама, которую надо обрабатывать, появляется, не сразу появляется, через 10 минут, вот, тест упал. В общем, короче говоря, факторов, которые влияют на стабильность фронтенд-тестов, именно UI-тестов, огромное количество, и мы будем как раз учиться их вот это все, вот это вот обходить. Вот, фронтенд-тесты мы будем писать, используя Selenium, то есть Selenium это, скажем так, наверное, можно сказать, прадедушка, все автоматизации, то есть, как бы там ни говорили, это классика, я сразу оговорюсь, да, то есть, сейчас очень много, да, не сейчас, это всегда так было, очень много всяко разных, новомодных, там, типа, моднявых фреймворков, то есть, это, в принципе, инструментов для автоматизации. С каждым годом какие-то пропадают, какие-то появляются, но и получается, там, как бы, очень много автоматизаторов, очень много разработчиков, они очень сильно топят за какие-то современные фреймворки, то есть, как бы, это круто, надо использовать, надо идти в ногу со временем, там, и так далее, и так далее, и так далее, вот, но в результате получается так, что здесь, как вот, ну, наверное, девушки меня поймут, то есть, как в моде, вот, в вещах, то есть, есть что-то, что вот модное, только один сезон, и потом пропадает, а есть нестареющая классика, вот, классика, непосредственно, в данном случае, это, 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 селениум, и более того, большинство фреймворков, которые, вот эти вот новомодные, которые, вот, так популярны сейчас, они по факту все равно базируются, то есть, под низом тот же самый селениум, мы будем учиться писать, создавать свой фреймворк для тестирования полностью с нуля, это то, чего даже иногда многие сеньоры не умеют, то есть, или дыни не умеют, то есть, мы будем писать его с нуля, не просто брать готовый, а именно учиться с нуля, таким образом, как показала практика, у меня есть одно количество студентов, которые ушли на работу полностью с нуля поднимать автоматизацию, и они смогли, то есть, как бы, это реально круто, то есть, потому что, ну, полностью с нуля писать все, не просто прийти в компанию, где уже все что-то есть, и вы там по образу подобию смотрите, как сделано, повторяете, а полностью с нуля, то есть, это вы должны, если все будет нормально происходить, то есть, если вы будете делать домашки, будете на лекциях работать, то, соответственно, все это вы сможете сделать. Бэкэнд-тест, они попроще, потому что там отсутствуют такие составляющие, как там браузер, а, соответственно, отсутствует и JavaScript тот же самый, вот, бэкэнд-тесты заключаются, бэкэнд-тесты заключаются в том, что запросы на сервер мы делаем не через браузер, а напрямую, то есть, про это мы еще тоже будем говорить подробнее, вот, они проще, они сильно быстрее, потому что, если, например, регистрировать там пользователя в какой-то системе, там, на каком-то сайте через браузер, это пока мы дождемся, пока все подгрузится, пока мы перейдем, подгрузится другая страничка, Selenium ждет, он ждет, пока все прогрузится, чтобы дальше что-то делать, вот, то на, то есть, в бэкэнд-тестах, то нам не надо ждать, пока браузер откроется, пока он на что-то подгрузится, мы просто сразу, типа, напрямую на сервер говорим, зарегистрировали нам пользователи, вот, с такой-то информацией, сервер отвечает, типа, хорошо зарегистрировал, либо плохо, что-то пошло не так, все, то есть, вся операция, вот, не надо ничего ждать, и, в принципе, поэтому на бэкэнд-тесты уходит намного меньше времени, там не нужно бороться за стабильность, но есть еще один минус, это в том, что, если во фронт-энд-тестах у вас открывается браузер, и все происходит на ваших глазах, то есть, вы все видите, можно, грубо говоря, пощупать, вот, то для бэкэнд-тестов этого нету, для бэкэнд-тестов все невидимо, то есть, оно все проходит под низом где-то, и вы этого даже не замечаете, вот, получается так, что, в принципе, да, тоже у фронт-энд-тестов, если говорить так изначально, то это где-то примерно 20-30% времени написания кода, и где-то примерно 70-80% времени сделать ваш тест стабильным, вот, то есть, очень-очень много работы в этом плане, делать мы будем все, что мы будем делать, все, что мы будем программировать в рамках курса, все взято полностью с интервью и с того, что вы будете выполнять на реальном рабочем месте, то есть, большей частью с интервью, то есть, в целом, когда вы идете на позицию автоматизатора, вам дают задание какое-то домашнее сделать, что-то заавтоматизировать для вас, по факту сюрпризов особо не будет, вот, то есть, как бы, все, что мы делаем, это все, что вы можете встретить на интервью, то есть, никакой академической программы, никакого такого теоретического нечто, то есть, все, курс составлен полностью на задачах, на нуждах, вот, именно интервью и на нуждах, именно реального рабочего места, вот, консультации, на Q1 это менее актуально, а вот Q2 это очень актуально, смотрите, ребят, не стесняйтесь, пожалуйста, говорить о том, что вы забуксовали, что у вас что-то пошло не так, и вам нужна помощь, то есть, как бы, чем раньше вы об этом скажете, тем проще будет вам, проще потом мне, потому что, если вы вот смекнули, что вы забуксовали, и не будете там грезить тем, что, блин, ну, я вот сяду разберусь, да, вот в субботу я обязательно сяду разберусь, вот, а сразу дадите знать, то есть, мы сразу по-свежему разберем это все, сразу расскажу что-то, и у вас пойдет все это дальше, вот, не тормозите, то есть, как бы, понимаете, что где-то забуксовали, где-то совсем не вкуриваете тему, где-то совсем не понимаете, как что сделать, где-то не понимаете, зачем так, почему, дайте знать, чаще всего достаточно просто звонка, иногда бывает такое, что, ну, где-то вы там на три недели уехали в отпуск, там выпали из курса, там, по разным причинам, это может быть, там, что-то семейное, это может быть работа, отпуск, дай бог, Вот что угодно Тогда с вами встретимся Один на один встретиться Я думаю, мы всегда можем Я вам расскажу, я вам покажу Мы разберемся, главное, чтобы вы Успевали, чтобы вы догоняли Не стесняйтесь, пожалуйста По возможности будем встречаться Будем созваниваться, будем еще что-то делать Всегда придумываем, всегда договоримся Так что, в принципе, консультации Иногда можно делать какие-то онлайн-консультации Массово, если, например, понимаешь, что У, не знаю, пяти-десяти человек Есть вопросы какие-то, то можно делать Массовую консультацию, тогда, в принципе Потому что, ну как, обычно, если у вас появляется Какой-то вопрос, этот вопрос, он намного более интересен Еще и другим, то есть, как бы, не только вам Вот, посему это бывает очень Ценно Вот, но тэт-эт-эт-мейтинги Тоже, как бы, никто не отменял Если у вас где-то, например, что-то не Получается в программе Вашей, то Мы можем созвониться Через тот же Google Meets Как я уже говорил, вы можете расшарить Свой экран И я, в принципе, буду просто Как это, руководить вашими действиями Буду рассказывать, показывать, что пошло не так И почему, то есть, таким образом будем Учиться Мы будем пользоваться такой технологией, как ГИТ Про него я буду рассказывать много Поэтому ГИТу будет посвящена В принципе, целая отдельная лекция Я не знаю, как, потому что раньше я это все на доске разрисовывал Но сейчас попробую как-то это все тоже Онлайн разрисовать Вот ГИТ, это технология Это инструмент, который позволяет Ваш код выкладывать куда-то на сервер И делить его Делиться им, то есть, шарить его Делиться с другими разработчиками, с другими людьми То есть, в частности Если вы делаете какое-то домашнее задание Для работодателя Вот Код ему присылать надо только через ГИТ То есть, в принципе, это будет какой-то сервис Мы будем использовать ГИТХаб Может быть, кто-то слышал Я потом еще тоже буду подробно рассказывать Что это, зачем То есть, как бы, вы выкладываете код Используя этот ГИТ И у вас появляется такая ссылочка Которую можно в браузер вставить Вот И, в принципе, в браузере посмотреть ваш код То, что вы туда выложили И, соответственно, с работодателем Кодом делиться только так То есть, никаких zip-файлов Никаких архивов Никаких просто файликов Никаких скриншотов Никаких кусков кода копипаста в письме Потому что, чего только я не видел, ребята Только ГИТ Я, соответственно, потом расскажу поподробнее, почему так Но не дай бог я узнаю А я узнаю, потому что город маленький Как бы мы общаемся со всеми Не дай бог я узнаю, что кто-то прислал Не ссылочка на гитхаб Или не ссылочка на гитхаб Альтернативу тоже То есть, как бы, не поделился через гит Своей работы Я, честно, я приду страшным снеголым То есть, как бы, поверьте мне Вы не хотите это видеть Вот, это была угроза Вот Соответственно В конце будет А, да, на тему тоже гит-репозитория В конце лекции Лекции, в конце курса Тоже у вас будет гит-репозиторий Который я постараюсь По возможности вам помочь Привести в порядок, вычистить Вот И этот гит-репозиторий Можно будет взять И Расшарить С Работодателем То есть, включить, например В Сивишку, да То есть, как бы, чтобы работодатель Сразу увидел, что вы можете Очень часто бывает такое, что Тогда работодатель даже не дает вам Домашнего задания Потому что и так понятно, типа Что вы могете Вот Да, там правильно Дмитрий скинул правильную ссылочку На тему того, что Сейчас сюда перетащу Да, то есть, как бы, есть такой прикол Это прикол чисто Айтишный Для разработчиков Что В случае пожара Не надо сразу покидать здание А сначала делаем Выкладываем наш код Грубо говоря Про эти команды я тоже буду рассказывать вам Выкладываем код И только потом Покидаем здание То есть, как бы Это да То есть, так и есть На самом деле Вот Так Соответственно Гид-репозиторию мы проговорили Диплом в конце будет Понятное дело Новая жизнь Работу я, честно Тоже вам скажу Что лучше искать после второго курса Найти намного легче И постараемся Организовать лекцию От HR Есть Прекрасный HR С которым я сотрудничаю Вот И периодически Ее можно уговорить На то, чтобы она пришла И поделилась Своими знаниями О том, как, что и чего происходит В поиске работы И зачем все это вообще Нужно Вот Трын-трын-трын Да, то есть, соответственно В результате Всего этого курса Вы будете понимать Что у вас Должно быть Заавтоматизировано Потому что Есть вещи Которые автоматизировать Нет смысла То есть, это, например Внешний вид Вот Это, соответственно Ну, то есть Как бы Получается так, что Его можно То есть, внешний вид Это UI То есть, это вот Рамочки Расположение элементов Как они выглядят Заавтоматизировать можно Но нет смысла Это очень дорогостоящее Это нерентабельно Поэтому есть какие-то вещи Которые мы не автоматизируем Про это мы тоже поговорим Вы научитесь Программировать на Java То есть, в целом Вы получите Основу программирования Java На базе которых Вы дальше сможете Уже развиваться Опять-таки Тоже вам скажу сразу Да Большую часть времени Написания кода У вас будет Занимать Гуглинг Либо гугление Либо Я не знаю Как еще это называется Короче говоря Поиск информации В гугле Вашим любимым сайтом Станет Есть такой ресурс Классный Как Stack Overflow Stack Overflow Это огромный-огромный Ресурс Типа форума На котором задаются Вопросы Касаемые Айтишки То есть, это может быть Разработка Администрирование Тестирование Все что угодно И люди пишут ответы То есть, это такая Громадная В принципе Можно сказать Почти Что-то между Форумом Между социальной Сетью Где-то посрединке Но в принципе Я думаю Что на любой вопрос Который возникнет В вашей голове Да, Алена Не матюгайся На любой вопрос Который возникнет У вас в голове В принципе Будет ответ На этом Stack Overflow И когда вы будете Гуглить Он будет Это Stack Overflow Обязательно В первой Где-то В первых рядах Вот Написать сайтик Да, ребят Вы когда Зададите Так, не знаю Любой вопрос Вот просто возьмем Там How Давайте я буду писать Вот здесь Сейчас я попробую Увеличить Он увеличится Нет Да Чтобы вам было Более понятно И видно То есть Например Там, не знаю Java How To Get String Например Там From Например From File И вот тут Выдача Так Сейчас я опять Это увеличу Тут как бы Promoted Первая И вот он Второй Stack Overflow То есть Он будет всегда Где-то в первой Тройке Четверки То есть Stack Overflow То есть Как бы Вот он Этот ваш сайтик То есть Он его сейчас Давайте Перейдем на него То есть Выглядит он вот так То есть Это станет В принципе Основным источником Информации Для вас Идея в чем Что гуглить Надо уметь Гуглить Мы всегда Будем Опять-таки Тоже скажу Немножко Про Психику И про Ваше настроение Я в очередной раз Повторюсь Что Ки-2 Курс Это Непростой курс У вас будет Два момента Я не буду Предупреждать Когда вы захотите Убить Всех Убить меня И убить себя Потом После этого То есть Как бы Это будут Психи Первый раз Когда Я буду вас Заставлять Учить Мыслить Процедурно То есть Потому что Идея в чем Что мы люди Мыслим по одному Компьютер По факту На самом деле Это достаточно Тупая машина И Без наших Подробных Указаний Что делать Эта машина Абсолютно Бесполезна Какой бы она Там Мощной Не была И получается Так что Вот банальный Пример Который у меня Был на лекции Он очень красиво Показывает Эту ситуацию Мне студент Говорит Вот У меня не открывается Страница Вот Я говорю Ты по кнопочке Кликаешь Да Вот я кнопочку Кликаю А идея в чем Что В селении Мне надо сначала Найти эту кнопочку И потом Только То есть Мы сначала Селению указываем Вот Что нам надо найти Вот именно Вот эту кнопочку На этот элемент И потом Только говорим Что по этому Найденному элементу Кликаем Вот Он просто кликает Он не И скажет Говорит Так ты же Ну не нашел Кнопочку Ты не указался Лениуму На какую Что Ну где эта кнопочка Находится Разводит рука Говорит Ну как Где Ну вот же он То есть Мы автоматом Мы видим на мониторе И нам кажется Что и программа Наша будет видеть То есть Поэтому здесь будет Первый этап Когда будет Ломаться сознание Когда будет Вот это вот Сознание Что надо Блин Подробным образом Подробной инструкцией Писать Наши программы Которая вот будет Вот именно По этим инструкциям Ити И второй момент Будет Когда вы только Только к этому привыкнете Начнете писать Уже что-то Уже вроде как Почувствуете себя Программистами Вот Следующий этап Будет Это мы перейдем На объекты Потому что Java Это объектно Ориентированный Язык программирования Сейчас в принципе Почти все языки На объектах Вот И я буду вас Переучивать Мыслить на объекты Сразу То есть как бы И это второй раз Вы захотите Меня пришибить Почему Потому что Только-только Вот вроде как Мы почувствовали Свободу Блин А ты опять тут Какой-то херней Страдаешь Блин Рассказываешь Какую-то хрень Тищий язык Вот И соответственно Будут два вот этих вот момента Почему Java Не Python Порог вхождения Выше На тему Порог вхождения Выше Тут очень Сложно сказать То есть как бы Идея в чем Что сейчас до сих пор Для автоматизации На первом месте Идет все равно Java И есть такой момент Что Если вы научились Писать Тесты на Java Вы спокойно Сможете писать Тесты И на .NET То есть Тот же C-Sharp Почему? Потому что У вас Тесты Они Именно Ну то есть там Тест там Язык Он сам по себе Похож на Java Немножко Синтаксис отличается Там чуть-чуть подходы То есть Но в целом Идеология будет Та же самая И если вы знаете Java То соответственно Потом выучить Python То есть Ну как показывает практика У меня был студент Он пошел работать в компанию Там сначала попал в проект Где на Java было все А потом Его перекинули в проект Где все на Python Было написано И соответственно Ему пришлось его учить За 4 дня Он Быренько перешел на Python И начал писать Тесты на Python То есть После Java Легко очень На других языках писать На тему JavaScript Сразу тоже скажу Вот это вот пошел Пошли правильные вопросы На тему того Что Современные фреймворки Они тоже все JavaScript Смотрите JavaScript И Java То есть Я сразу буду Рассказывать терминологию То есть Есть Java Есть JavaScript Для тех кто не знал Это два языка Программирования Абсолютно разных Java Это Backend язык разработки Который выполняется На стороне сервера То есть Он работает на стороне сервера JavaScript Это изначально То есть Его используют Для backend разработки Сейчас Но изначально Он Frontend Язык разработки Выполняется На машине клиента То есть На ваших Компьютерах Вот JavaScript Прекрасный язык Программирования Но В чем заключается Написание автоматических Тестов На JavaScript JavaScript Он умеет Управлять элементами То есть Он может И так же Само кликать Он может Скролить Он может Получать Там название Там еще что-то То есть JavaScript Достаточно Классный И мощный Язык Программирования Но Скажите мне Пожалуйста В частности Вот Может Артур Ответить Например Как много Людей Вы знаете Которые Ходят По сайтам Пользуются Браузером Не кликая Мышкой Не вводя Текст Клавиатуры А вводя В консоль Команды JavaScript Я таких Людей Не знаю Да Изначально То есть Да JavaScript Он во многом Очень удобен Почему Потому что Он на многое Закрывает глаза Сейчас тоже Сразу Пошла Такая пьянка Расскажу В чем идея Вот Он удобен Во многом Тот же самый Selenium Может абсолютно Полностью Выполнять JavaScript Команды Вы можете Написать Свой фреймворк На базе Selenium Который Будет просто Выполнять JavaScript Команды И даже Все современные Фреймворки Которые Не все Но большинство Которые На JavaScript Работают Они под низом Используют Тот же Selenium Который Выполняет JavaScript Команды Вот Это С одной стороны Да Но изначально Frontend Тестирование То есть Frontend Автоматизация Она изначально Была задумана Идеологически Правильно Это именно Повторить Действия Реального Пользователя То есть А реальный Пользователь Он кликает Мышкой Он вводит Текст С клавиатуры И Selenium Он именно Рассчитан на то Что он симулирует Действия Реального Пользователя То есть Как будто Это сидит Реальный Пользователь Кликает Мышкой Пользуется Клавиатурой Вот Это во-первых То есть Как только Мы начинаем Пользоваться От этой идеологии Да В конце В конце То есть Где-то Это может быть Удобнее Но Будут Пропущена Куча багов Например У вас Открывается Страница У вас Есть например Кнопка По которой Надо кликнуть Кстати Такой баг Был найден Мною один раз Автотесты нашли Есть кнопка По которой Можно кликнуть Но в какой-то Момент Допущен был Баг И эта кнопка Начинает Перекрываться Например Рекламой В частности В нашем случае Был такой момент Что у нас Была менюшка Переключения Языка И по неосторожности По недосмотру Сделали так Что поверх этой менюшки Открывалось Вот это вот окошко Типа Accept cookies Многие видели Да Типа Принять печеньки Вот И она поверх И получается так Что смена языка Она просто пропадает Ее не видно Даже А в нашей Билингвальной стране Это достаточно Острый вопрос Что типа Сайт нельзя перевести На латышский На русский На английский Вот У нас был Автотест Который Заходит на главную Страницу И меняет язык Проверяет Что смена языка Работает Если бы мы Кликали По вот этой Вот выпадашке С языками Джаваскриптом Он бы Спокойно кликнул Спокойно Перешел Мы бы этот баг Никогда Не нашли Selenium Поскольку имитирует Реальный клик мышкой То есть как бы Selenium Автотест Упадет Упадет с ошибкой Что чувак Да Элемент этот есть Но клик Получит Совсем другой элемент То есть Это значит Что в принципе Тот элемент Которым мы хотим Воспользоваться Он перекрыт Другим элементом И клик будет По другому элементу А не по тому По которому нам надо И соответственно Баг уже найден Вот Поэтому в принципе В какие-то моменты Вот именно Использование Джаваскрипта Оно может быть удобно Не спорю Но оно сразу допускает Кучу возможностей Что-то пропустить Вот Надеюсь ответил на вопрос Так Касаемо Да Соответственно Вы будете знать Основы Джавы То есть соответственно На тему Джавы Как я уже сказал Что это достаточно Хороший выбор Из-за того что После него можно писать На много чем другом То что есть студенты Которые ушли работать В компании Которые пишут автотест На C-шарп На том же Дотнете Вот Многие пишут На Пайтоне Пайтон тоже Такой достаточно Популярный язык Сейчас Вот Единственное Только что Есть те Кто на Джаваскрипте Пишет тесты Ввиду того что Это как бы Требование компании Опять таки Тоже после Джавы У вас появляется Правильное мышление И писать тесты На Джаваскрипте Для вас в принципе Вам только надо Выучить синтаксис Как там что называется У вас уже Это мышление Будет правильное Вот Да Дальше То есть соответственно Как я уже говорил Мы будем с вами Создавать полностью Новый фреймворк Фреймворк Это по факту Можно считать Инструмент Для тестирования Проект Для тестирования Мы его будем Создавать с нуля Для того чтобы Вы просто понимали Как это работает Зачем это все надо Первые лекции У нас Да Вопросы Дима А чем основана Популярность Скажем Того же прайта Сейчас C-sharp С чем это связано Я скажу так Что популярность C-sharp Она не то что Обоснована Не обоснована Это просто Конкурент Джавы Со стороны Например Того же Майкрософта Они идут Всегда бок о бок То есть Джава чуть-чуть повыше Джава чуть-чуть повыше За счет того Что у нее По технологии Так что у нее Своя виртуальная машина Джава можно запустить Абсолютно На любом устройстве То есть На часах На кофеварке То есть В принципе Зачастую Во многих устройствах Которые у вас есть рядом То есть Это и смарт-часы И все что Такое Это как бы Зачастую Может быть написано На Джаве Вот Дальше В принципе Пайтон Пайтон набирает Свою популярность В том Что многие вещи На нем сделать Просто проще То есть То что Например На Джаве Надо там Написать Три-четыре строчки Пайтон делает В одну строчку То есть Пайтон в принципе Тоже проще Плюс Играет Определенную роль Еще и Моднявость То есть Как бы Мода То О которой я говорил Целесообразно ли читать Какую-либо литературу По основам Джавы Да То есть Если я На первом курсе Говорю Что по тестированию Нормальной литературы В целом нету Да и в принципе Так как говорится Тестирование Это как бы Ну Тручное мануальное тестирование Это только практика Ну Теория мизер То по Джаве Да По Джаве Есть очень много Хорошей литературы Которую можно В принципе читать И везде будет что-то Что вам пригодится Только единственное Что имейте ввиду Что Джава тоже Она будет немножко Отличаться Да Тут кстати Хороший вопрос Спасибо Натолкнули меня На правильную мысль Опять таки Тоже Те у кого Есть парни Девушки Программисты Друзья Программисты Коллеги Программисты Еще что-то Сразу вас Предупреждаю Будет вечный Холивор Идея в чем Что написание Джава кода То есть Ну понятное дело Что у Джава кода В целом Есть некая Конвенция То есть Это некие Правила По которым Мы оформляем Код То есть Это Отступы Где что Находится Что как Соответственно Я буду вам Рассказывать Вот эти основы Которые вы должны знать То есть Как это должно быть Но Будут расхождения С тем Как пишут Код разработчики И как пишут Код тестировщики Потому что Сложилось так Что во многих местах Для тестировщиков Для автоматических тестов Написание кода Иначе Не как разработчики Просто намного Удобнее Для того чтобы Удобнее было Поддерживать тесты Эти моменты Я тоже буду оговаривать И буду говорить Что вот так Вот разработчики Будут говорить Что это плохо плохо, но для тестировщиков это хорошо, то есть как бы будут некие расхождения вот, так так, пока у меня каша в голове, ребята, вы только-только пришли только начали слушать, то есть как бы эту кашу мы разгребем, не волнуйся так, рекомендуют Брюс Эккель, Философия Джао Паджай, на самом деле очень много разной литературы ребят, и ну сказать, что где-то есть плохая, ну нету поэтому, в принципе, можете читать вот, по Джаве есть еще классный курс сейчас я вам его скину так CS50, он, по-моему, называется так, Гарвардский курс так, это Гарвард, где-то был переволд вот он прекрасная контора JavaRush нам перевела там видно, там целый, их там много лекций, то есть как бы это в целом про программирование, про разработку курс, я честно скажу, я сам взахлеб слушал вот, это было очень прекрасно вот, там рассказывается вообще общая политика того, как и что происходит с программированием то есть, и так далее соответственно, получается так, что очень советую вам послушать, то есть там, в общем, все принципы программирования, как таковые станет намного понятнее вот так на тему этого сказал на тему этого сказал вот, соответственно, да я буду вас учить именно каким-то лучшим практикам в программировании понятное дело, что прямо все нюансы мы не изучим что-то что мы не успеваем изучать на QE2 потому что надо, что этот курс получится просто громадным вот так, что-то кто, где, чего так вон то есть, соответственно всего этого не будет поэтому, соответственно как бы, ну что-то уходит на QE3 на той же Java, например мы смотрим программирование с точки зрения разработчика там тоже начало идет одинаковое потом идет уже совсем другая тема вот но буду учить вас стараться вам давать лучшие практики которые, как бы, я за свою практику получил которые я знаю как, что делаю то есть, как бы, буду делиться с вами знаниями так я как-то тренировалась на CodeAcademy.com JavaScript я повторюсь, ребята JavaScript и Java это абсолютно два разных языка вот поэтому смотрите как бы не путайте вот соответственно понятное дело что после того как вы научитесь программировать вы, соответственно сможете читать код и, соответственно будете этим заниматься вот попробуем попробуем поделать код-ревью я надеюсь что мы успеем с этим вот код-ревью это проверка кода у друг друга то есть это проверка непосредственно кода другого человека то есть проверять будете сами себя вот сегодня посмотрим что такое автоматизация кто такой реальный инженер там соответственно где у нас автотесты где у нас что такое библиотечки и так далее структуру проекта не знаю успеем не успеем посмотрим короче говоря пойдем дальше соответственно поговорим уже про автоматизацию да перед тем как мы перейдем непосредственно к самой автоматизации сразу хочу сказать ребят на тему сложности в момент написания кода то есть они будут их будет очень много будет не получаться надо будет переделывать пробовать там тоже будет психов всего чего когда вы понимаете что вы психуете когда у вас начнут появляться мысли о том что ой это не мое ой все и так далее и так далее то есть я вас прошу перед тем как принимать какие-то решения напишите мне мы с вами созвонимся и попробуем выяснить действительно это не ваше либо это просто в очередной раз огорчение на тему того что все не получается я сразу скажу такую вещь что с первого раза не получается ни у кого и был даже момент какой-то года два назад у меня там задали вопрос я пошел по разработчикам по сеньор элит разработчикам и я у них поспрашал говорю слушайте говорю а вот ну у вас когда вы пишете свой код с первого раза он взлетает вообще получается на что они просто тупо надо мной поржали потому что с первого раза он не получается ну это большая большая редкость поэтому когда что-то не получается это нормально переживать на эту тему тоже не стоит то есть как бы это реально нормально будем разбираться будем решать проблемы вместе по мере их поступления вот что же такое все-таки автоматизация то есть автоматизация это по факту разработка программатуры то есть которая тестирует другую программу так что за ссылочка на тему того что сейчас скинули ссылочку там много чего что вам пока что не нужно ну что-то нужно что-то не нужно ну ссылочка полезная ладно я попробую взять в основу тоже там что-то расскажу вот на тему интернета тоже смотрите ребята отсеивайте информацию очень внимательно потому что есть куча ненужной информации которая просто вас начнет путать это то почему тоже я иногда говорю что может быть иногда не стоит прямо так учитываться какими-то статьями и так далее то есть здесь лучше вот именно реально книги читать потому что в книгах эта информация она будет сложена а вот именно статейки ну очень осторожно смотрите чтобы ничего лишнего у вас не появилось ну то есть каких-то лишних знаний которые будут только вам мешать Соответственно, да, дальше Соответственно, автоматизация – это разработка программного обеспечения Которая будет тестировать другую программу Автоматически, понятное дело Разработка автоматических тестов – это по факту в целом отдельный проект Тут может быть тоже несколько вариантов того, как это все происходит Часто бывает такое, что нет ресурсов Потому что найти хороших автоматизаторов, которые с нуля могут поднять автоматизацию Написать свой фреймворк и сделать так, чтобы их проект был заавтоматизирован Достаточно мало таких людей Поэтому бывает такое, что покупают какие-то готовые решения То есть есть готовые решения, которые настраиваются и автоматически что-то проверяют на вашем сайте Эти готовые решения тоже делятся на две категории Первая категория – это платные, вторая категория – это бесплатные Платные минусы – это то, что они платные И скорее всего, что там надо еще платить за лицензию Надо платить за нее раз в год Но из бонусов в том, что будет всегда поддержка Если что-то будет не работать, скорее всего, это достаточно быстро починят Все в этом мире относительно Но хотя бы у вас будет какая-то техподдержка от людей Бесплатные солюшены тоже есть То есть бесплатные решения Но тут есть бонус в том, что это бесплатно Минус в том, что настраивать вам это самим Поддержки, в принципе, не будет И о том, если у вас где-то что-то не работает Или вам что-то нужно специфичное для вашего проекта Вам это никто не сделает То есть об этом вы можете забыть Если мы говорим дальше То второй момент – это не покупать готовые решения Второй момент – это писать свое решение Свое решение в чем выигрывает Что оно пишется под конкретный проект Если готовое решение делается универсальным Оно делается, чтобы можно было применять под разные сайты Под разные продукты И получается так, что если вы готовое решение используете для вашего продукта То вы используете процентов 10 от того, что вообще в целом там понаписано То есть 90% функционала вот этого готового решения Оно просто мертвым грузом тащится сзади Если же мы говорим про свое решение То когда мы пишем сами с нуля этот фреймворк То, чем будем заниматься на этой лекции То это, в принципе, написание фреймворка под конкретный проект То есть вы пишете только то, что вам надо Соответственно, если где-то чего-то не хватает Вы сразу же можете это все сразу добавить Прямо тут на месте Если где-то чего-то не так Вы опять-таки тоже можете сразу все поменять Дописать, переписать Это ваш проект, только ваш И, соответственно, вы будете в нем участвовать Проблема другая, что не всегда можно найти команду квалифицированных автоматизаторов Которые это все будут писать И будут это все еще дело поддерживать Написание автоматических тестов Может тоже происходить Двумя способами То есть самого проекта Часто автоматические тесты Пишутся прямо в том же проекте, где лежит продуктовый код То есть мы на это тоже посмотрим И когда будем говорить о структуре проекта Это, скорее всего, будет следующая, наверное, лекция У нас будет отдельная папка, где лежит код Java код для самого продукта И отдельная папка есть для тестов Это не очень хороший вариант, на мой взгляд Почему? Потому что мы будем мешаться разработчикам Разработчики будут мешаться нам То есть мы будем пересекаться И это все будет как бы немножко вот не так Поэтому, в принципе, есть второй вариант Который, слава богу, в последнее время используется чаще и чаще Это писать автоматические тесты вообще отдельным проектом То есть у тестировщиков есть свой проект Они там творят, чего хотят, разработчикам не мешают И разработчики туда тоже особо не лезут И, соответственно, получается так, что, как говорится, наши песочницы Мы там играем Соответственно, автоматические тесты Это, скажем так, вообще изначально, когда вы приходите То есть сначала автоматическими тестами покрывается так называемая регрессия Те, кто с первого курса, должны уже понимать, что такое регрессия То есть регрессия – это проверка существующего функционала на предмет Не поломан ли он предыдущими, ну, то есть какими-то новыми изменениями То есть это то, что вы от разу к разу повторяете, делаете, делаете Это вот эта вот скучная, рутинная работа Соответственно, вот эту вот скучную рутинную работу можно доверить автотестам И, соответственно, автотесты в первую очередь пишутся обычно на эту вот регрессию Автотесты – это тоже в большинстве компаний современных Это неотъемлемая часть так называемого Continuous Delivery Либо Continuous Integration То есть это вот две аббревиатуры, которые вы часто можете наблюдать в CV Сейчас я их скину, как они называются То есть CI, CD То есть это вот Continuous Integration и Continuous Delivery Плюс-минус – это похожие вещи, они идут бок о бок Что эти вещи значат? Это, в принципе, непрерывная поставка продукта Непрерывная поставка изменений и так далее Классика жанра, как работают компании И, в принципе, до сих пор так большинство работают То есть по тому же даже Agile Это разработчики пилят таски Тестировщики их тестируют Пишут на них автотесты И раз в какое-то время, например, раз в две недели Когда там собирается какой-то сколп То есть какой-то объем этих задач Они все это перетыщивают И выкладывают клиенту на продакшн То есть, в принципе, раз в две недели, например Или раз в три недели, раз в четыре недели Кто как Идеология Continuous Integration и Continuous Delivery Это то, что любой протестированный таск Любая протестированная задача Попадает к заказчику сразу же То есть прямо в тот же момент Для этого есть специальные тулы Специальные инструменты Так называемые пейплайны Еще их называют по-разному Сейчас много разных На Q3 мы вот смотрим Jenkins Это один из инструментов Который позволяет создать Вот эти вот Continuous Integration Continuous Delivery скрипты Что получается? Как только разработчик То есть, ну как Изначально это вообще в целом подразумевает Что тут все цело полностью автоматика С самого начала до самого конца То есть все происходит автоматически Без участия человека Соответственно, разработчик Написал какой-то кусок кода То есть какую-то новую задачу Он ее написал Они там между собой ее проверили Прошли вот этот так называемый Код-ревью Когда разработчики тоже Между собой проверяют код друг друга Вот И как только этот код считается готовым Вот Отрабатывает автоматика Которая постоянно сидит, следит, следит Ага Появился новый кусок готового кода Она его выкладывает на тестовый сервер Это тоже опять-таки все приближено И этот флоу Вот эта вот последовательность Она в каждой компании будет своя Но идеология одна и та же Как только готовый кусок кода Детектит, то есть найден Это все выкладывается на какой-нибудь тестовый сервер То есть как бы все это поднимается Вот И дальше на этот тестовый сервер Натравливаются, автоматически запускаются Ваши автотесты То есть вы не участвуете Как ручные тестировщики здесь Автотесты должны проходить И если автотесты зеленые То есть все прошло Никакой автотест не упал То автоматом сразу эта фича считается Годной, протещенной И выкатывается Отдается дальше уже на Продакшн Отдается на То есть заказчику Отдается клиенту Все должно происходить автоматически Об этом мечтают все и вся Но к сожалению Полной автоматики нигде я еще не видел Почему? Потому что Есть одна загвоздка Для того, чтобы настолько доверять автотестам Эти автотесты должны быть Очень хорошим покрытием То есть они должны очень досконально Тестировать Те или иные аспекты вашего продукта Не просто поверхностно А досконально Добиться такого покрытия То есть такой точности Такой детализации В автотестировании Это достаточно редкий кейс Почему? Потому что На это нету времени Нет ресурсов Нет денег Вот И в компаниях В большинстве случаев До сих пор в приоритете Больше ручное тестирование Автоматизация идет уже просто Как помощник сбоку Вот Поэтому обычно идет как Проходит автоматический Автоматическая выкладка На тестовый сервер Какую-нибудь Тестовую среду Запускаются автотесты И после того, как отработали автотесты Независимо от того Прошли они или не прошли Вот этот вот флоу Вот эта вот Вся череда событий Она все равно останавливается И если тесты красные То там все понятно То есть там надо смотреть Что пошло не так Что изменилось Если же тесты зеленые То рядом просто появляется треугольничек И уже человек руками Жмет его То есть все равно человек Принимает решение Когда выкладывать Задачу или задачи Заказчику И в принципе клиенту Поэтому в принципе Вот этот вот Continuous integration Continuous delivery Как таковой Полноценно Ну нигде не используется Потому что есть Вот недоверие Флоу Это в принципе Последовательность Какого-то действия То есть как бы Флоу То есть это вот У тебя есть флоу Например утро Это проснуться Проверить инстаграм Включить свет Раздергнуть шторы Дойти до то лета Сделать там свои дела Почистить зубы Прийти на кухню Включить чайник То есть вот эта вот Последовательность действий Которая вот Предефинирована Одна и та же Из раза к разу Это флоу То есть как бы Вот она Последовательность действий Вот Соответственно да К чему я про Все эти Continuous delivery Continuous integration Это то К тому что В принципе Без автоматических тестов Вся эта цепочка Вот флоу Кстати да Цепочка действий Вот да Вот Вся эта цепочка действий Не имеет смысла Потому что как бы Смысл тогда От вот этого Все автоматизации Если посредине Должен прийти Тестировщик И руками что-то Проверить То есть Смысла нет Так Дальше А можно вопрос Да Нужно Смотрите В этом Ахуттест Чем они покрываются И Потому что Связано с Регрессией Можно повторить Этот момент Я немножко Не поняла Есть разные Виды тестирования То есть Как бы У тебя еще На первом курсе Этого не было Это будет На следующей лекции У первого курса То есть Есть разные Виды тестирования Вы можете Вот получить На Тестирование Например Ту или иную задачу И дальше Вы тестируете Только эту задачу С разных сторон Там Сначала Положительные Кейсы Какие-то Проверите Что она вообще работает Что она вообще Выполняет Свои задачи Что она вообще Что-то делает Вот Потом негативный Сценарий То есть Как бы А что будет Если я введу Что-то неправильное И так далее И так далее То есть Вы тестируете Конкретную фичу Со всех сторон Но В разработке Есть такой классный подход Мы чиним Что-то одно Или делаем Что-то одно Ломаем Два Три другого То есть Чиним один баг Создаем параллельно Еще три Вот И получается так Что создавая Какой-то новый функционал Мы можем поломать Уже что-то существующее Для того Чтобы Быть уверены Что мы не поломали Что-то существующее Нам надо Это существующее Проверить Вот И соответственно Получается так Что Как только Мы закончили Тестировать Вот эту вот Отдельную задачу Со всех сторон И мы считаем Что она протестирована Мы должны Еще проверить Все что вокруг То есть Существующий функционал Что он не поломан Например Форму регистрации Нам надо добавить Дату рождения Разработчик добавил Отдал нам на тестирование Мы ее тестируем Мы там вводим Правильные даты рождения Неправильные даты рождения Смотрим Что он выдает ошибки Все нам нужные И так далее Вот Протестировали Да Поле добавлено Поле работает Там происходит проверка На правильность Неправильность Введенных данных Так называемая Валидация Вот И после этого Нам надо проверить Что вообще в целом Вся форма Работает Что мы нигде не зацепили Что там например Не перестало Имя отсылаться на сервер Или где-то там например Поскольку все эти проверки Они еще и на стороне Джаваскрипта сделаны Там очень большая Вероятность того Что что-то Потеряется Где-то что-то будет поломано Что например Да Мы для даты рождения Сделали проверки Но например В поле имейла Эти проверки пропали То есть как бы Нам надо проверить Существующий функционал И получается Что задач у нас много И после каждой задачи Нам надо делать Вот эту вот регрессию То есть регрессия Это проверка Уже существующего функционала Мы ищем проблемы Которые связаны С тем Что новым функционалом Что-то старое поломали И понятное дело Что для тестировщика Вот эта вот регрессия А именно повторение Одного и того же От раза к разу Но это утомительно Это превращается В лютую рутину Это скучно Поэтому вот эту регрессию Вот эти все кейсы Которые вы проверяете В рамках регрессии То есть лучше отдать Автотестам То есть проверили Саму задачу Потом нажали В автотестах кнопку И автотесты Погнали к регрессию То есть его дают результат Например Что вот все прошло зеленый Или там типа Вот тут упал Такой-то тест И вы уже смотрите А почему он упал Почему он красный Почему он не прошел Там типа Уже начинаете разбираться Бак это Либо это автотест Не отработал Ну то есть как бы Начинаете смотреть Что пошло не так Но это все делается Автоматически Вам от раза к разу Не надо повторять Одни и те же действия Окей, спасибо На здоровье Ну вот Так Кто-то там что-то писал Написал Сейчас глянем Так Ох Тут Понеслась Та-ра-на-та Си-и-ди Вот Картинки начали кидать Классно Вот Соответственно Если мы говорим дальше Про терминологию Еще То у нас появляется Да Что есть Автоматизатор То есть Software Automation Tester Вообще в целом Есть тестировщик Такое понятие Есть QA Quality Assurance Engineer В частности Так вот Тестировщик без знания Автоматизации Это просто тестировщик То есть QA Это в принципе Тот человек Который должен Обладать знаниями Автоматического тестирования Вот То есть Это в принципе Технический инженер Как тут В принципе Написано Вот Который занимается Вот написанием Непосредственно Этих тестов Разработкой их Опять-таки Тоже Есть сразу Такой момент Во многих компаниях Я знаю Особенно это популярно В Америке Есть вообще Отдельные отделы Не просто тестирования А отделы Автоматизации Я сталкивался С таким И там сидят люди Которые говорят Нам Ручное тестирование Нафиг не надо То есть Вы нам Вот Давайте подробный Тест план И мы вот По этому тест плану Будем автоматизировать Так вот Я вам скажу Откровенно Честно Проверив на своем опыте Хреновый тот Автоматизатор Который не умеет Тестировать руками Перед тем Как красиво и правильно Заавтоматизировать Ту или иную Фичу Тот или иной функционал Вам надо Пройти это все Дело руками Чтобы вы должны Понимать Как это работает Не бывает Просто автоматизаторов Которые Не тестируют Руками Да 80-90% Времени У автоматизаторов Будет занимать Написание Кода Но все равно Вот эти 10-20% Останутся На ручное Тестирование Вы не можете Написать Качественный Автотест Без того Чтобы руками Это все дело Потестировать И пройти Тот или иной Сценарий Вот Автоматический Automation Test Tool То есть Это в принципе Вот этот Наш фреймворк Который Мы будем Создавать То есть Это соответственно Программа Проект Который Тестирует Что-либо Проверяет На правильность И выдает Вам в результате Какой-то Результат На тему Того Что он Сделал Как оно То есть Как бы Какие результаты То есть Мы будем Тоже Прикручивать Специально Все Чтобы В результате У нас Тест писал Что он делает По шагам Вот Ну и в конце Все ли хорошо Либо если что-то Пошло неправильно Не так Что пошло не так То есть Как бы Тест будет нам Сразу пояснять То есть Все это Мы тоже Будем С вами Делать Так Тестовые Скрипты Тут вот Три таких Термина Есть Которые Тоже Могут Запутать В реальной Жизни В принципе Вы не будете Их Использовать Поверьте Мне Но на собеседовании Может где-то Это всплыть В реальной Жизни Это все Будете Называть Тестом Авто Тест Все Но в частности Получается так Что Есть такое Понятие Как Тест Скрипт Это В принципе Набор Действий В рамках Одного Сценария То есть Это Один Тест В целом В автоматизации Один Тест Один Сценарий Один Сценарий Один Тест И Соответственно Один Сценарий Равно Один Тест Равно Тест Скрипт То есть Набор Действий В рамках Одного Сценария Есть так называемые тест-сьюты. Тест-сьюты это уже наборы вот этих вот тест-скриптов, то есть это уже наборы тестов. Например, у вас есть тесты, которые посвящены той же форме регистрации. То есть у вас будет один тест, например, Successful Registration Test, то есть это тест, который будет проверять, что вы можете красиво зарегистрироваться. Там типа, например, Wrong Email Registration Test, то есть Email Validation Check, то есть проверка валидации поля имейла. Отдельный тест будет, например, Accept Cookies Test, то есть который вы будете проверять, что пока вы нажали галочку, что вы принимаете куки, вы не можете зарегистрироваться. И вот эти вот все тесты, они будут, поскольку они посвящены одной теме регистрации, они могут быть объединены в один тест-сьют. То есть этих тест-сьютов может быть много, один из них будет на регистрацию, другой будет на логин, третий будет, например, если мы говорим о том же интернет-магазине, это будет на каталог, четвертый это будет, например, на оплату. И, соответственно, вы можете эти тест-сьюты запускать по отдельности. Вот есть такое понятие, как Test Run, это когда вы запускаете тест один, либо вот этот вот сьют, то есть часть тестов, либо все тесты разом. То есть это прогон тестов по-русски, в принципе, в красотонародье называется именно так. То есть вот такие вот три понятия. Очень щекотливая тема, это именно три фактора, три пунктика, факторы, которые меняют, от которых зависит то, насколько вообще успешна автоматизация присутствует, она не присутствует. В частности, иногда бывает, что автоматизация просто не нужна, потому что особенно это часто встречается в аутсорс-компаниях, которые работают на внешних заказчиков, то есть не над своим продуктом, а на внешнего заказчика. И заказчик просто приходит и говорит, мне не нужны автотесты. А некоторые приходят и говорят, что мне обязательно нужны автотесты. То есть вот пишем мы автотесты или не пишем мы автотесты, зависит от того, чего от нас хочет заказчик. Зависит от бюджета, потому что иногда бывает, что на автоматизацию просто тупо нет денег. Потому что, во-первых, автоматизаторы стоят дороже, во-вторых, нужно какое-то время, чтобы создать вот этот вот фреймворк и поднять всю эту автоматизацию. То есть, соответственно, вроде как в этот момент выхлопа никакого нет, но деньги при этом на специалистов тратятся. Соответственно, время и необходимость, потому что бывает часто, что автотесты просто не нужны, это какой-то разовый проект, я не знаю, вы написали простую страничку какую-то, и вы понимаете, что эта страничка в дальнейшем, если будет где-то меняться, то это когда-то там будет. Нет смысла на это тратить время, на деньги, потому что проще одноразово, раз в год это все руками проверить. Есть прекрасная троица, где можно круги нарисовать, то есть это время, затраты и качество. Понятное дело, что любой заказчик хочет все быстро, офигенно качественным и желательно бесплатным. То есть, как бы, особенно в Латвии, особенно, простите, в постсоветском пространстве, этих людей называют лимонадниками, есть такое понятие. Это ситуация очень частая, это ситуация часто не только в автоматизации, но и в разработке в целом. У нас все хотят все бесплатно, и чтобы было офигенно круто. Это банальный пример, это те, кто смотрит фильмы на вот этих вот, или там сериалы на сайтах, которые перед фильмом показывают рекламу, там типа, как там, Амин иксбет, или что там еще показывают. И вот они сидят, они смотрят этот фильм бесплатно, то есть они не купили там лицензионный диск или еще что-то, или там не заплатили за Нетфликс или еще за что-то. Но на 15-секундную рекламу надо нагнать, то есть, как бы, вот, несмотря на то, что бесплатно, все равно-то все хотят качественно, быстро и бесплатно. Такого не бывает, поэтому, в принципе, всегда что-то страдает. Если нет времени, соответственно, будет страдать качество. Если мы хотим, чтобы не было мало времени, но хороших качеств, скорее всего, это будет стоить дорого, потому что будет больше специалистов и более крутых специалистов нанять. Вот, соответственно, если мало денег, то есть, как бы, маленький бюджет, то, соответственно, либо увеличивается время разработки, либо, опять-таки, падает качество. Если мы хотим хорошее качество, это будет строить дорого, и это будет, соответственно, требовать намного больше времени. Поэтому, соответственно, получается, как бы, вот эта вот троица, она всегда, это вот, как лебедь, рак и щука, и не просто так была создана эта басня. Вот. Ну и, соответственно, результатом того, что мы хотим получить, имея автотесты в своем арсенале, это уменьшить время, уменьшить затраты на тестирование, ну и при этом увеличить, улучшить качество. То есть, это, как бы, долгосрочная цель всей автоматизации. То есть, в принципе, первое время очень много уходит на то, чтобы поднять всю эту автоматизацию, чтобы написать основу, написать этот фреймворк, все настроить, чтобы все работало, написать основной функционал. Но чем дальше, тем написание тестов становится проще. Вот. Потому что какие-то уже функции будут описаны. Например, функция нажатия на кнопку. А первый раз, когда вы пишете, когда вы встречаетесь с необходимостью нажатия на кнопку, вам приходится эту функцию написать, ее еще нет. Но второй раз вы ее просто используете, потому что она уже написана кем-то другим, либо вами. И в результате, получается, у вас этих функций разных набирается очень много. Вот. И вы дальше автотест складываете просто уже как конструктор Lego. То есть, вы просто указываете, какие эти функции будете использовать, и автотесты пишутся достаточно быстро. Таким образом, будет увеличиваться намного быстрее, быстрее, быстрее покрытие тестами. Временно это тестирование будет, соответственно, уменьшаться. Качество будет увеличиваться. Это в идеале. Понятное дело, что в реальных компаниях, к сожалению, ну, вряд ли кто вам даст заниматься только автотестами. Это большая-большая редкость. Если вы устроитесь в такое место, держитесь всем, чем можно, потому что это действительно очень крутое место будет. В большинстве случаев, понятное дело, что автоматизаторы – это такие смешанные тестировщики, которые, помимо автоматизации, они еще и участвуют в ручном тестировании. То есть, ну, ресурсы необходимы. И очень часто бывает такое, что какая-то задача готова, ее надо отдавать клиентам, а автоматизация занимает намного больше времени, чем ручное тестирование. Поэтому сначала проверяется это все дело руками, а потом уже отдается на автоматизацию. То есть, например, отдается клиенту, и потом уже автоматизация делается. За редким исключением бывают такие ситуации. Вот я работал в свое время в одной из компаний, где автотестами реально было проще проверить. Это тогда, когда у системы внутри было очень много калькуляций, очень много высчитов, пересчетов. И сидеть руками вот на калькуляторе это все высчитывать – это действительно было все вот эти вот сценарии. Это было очень долго, и, во-вторых, очень большая возможность была ошибиться. То есть, тут большой человеческий фактор. Поэтому проще было автотестом отдать все эти подсчеты, и они прогоняли это все очень быстро и эффективно. То есть, как бы бывает и такое тоже. Но в большинстве случаев все-таки преобладать все равно ручное тестирование – это то, почему без мануального тестирования все равно никуда мы далеко не уедем. То есть, хотим мы, не хотим, оно у нас все равно будет. На первом курсе там даже будет слайд такой на следующей лекции, где будет показано, что в целом есть компании, где присутствует только мануальное тестирование. Но нет компании, где присутствует только автоматизация. То есть, потому что это, в принципе, нереально. Соответственно, разница между мануальным тестированием, то есть, ручным тестированием и автоматизацией, чтобы вы примерно понимали. Соответственно, у вас в случае человеческого фактора могут быть ошибки в одних и тех же сценариях. Где-то недоглядели, где-то что-то просмотрели, где-то настроение было плохое, где-то спали плохо, где-то очки заляпались, то есть, как бы вы не обратили внимания. Где-то вас отвлекли и так далее. То есть, идея в чем, что, ну, всегда бывает какой-то фактор, который делает человека невнимательным, там, плохо чувствуете себя, голова болит, там, вспышки на солнце, не знаю, там, в транспорте кто-то нахамил, там, ну, всякое бывает. У автотестов этот человеческий фактор, он полностью исключен, у автотестов в целом все идет по распорядку, все четко, то есть, как бы вот стандартный набор действий, он его повторяет, там, у автотестов голова не болит. То есть, как бы там, вот, соответственно, в мануальном тестировании достаточно много времени, то есть, большинство времени уходит на то, именно на человека часы, то есть, как бы, потому что именно тесты выполняются людьми и, соответственно, это их время. Вот. На автотесты вы, ну, тут, скажем так, немножко неправильно написано, потому что вроде как не надо тратить время на людей, но все равно время тратится, во-первых, сначала на написание этих тестов, а потом еще на поддержку. Но все равно, да, то есть, если вы ту же самую регрессию заавтоматизируете, то времени, которое вы будете тратить на написание и на поддержку, это будет сильно, сильно в десятки, а то и в сотни раз меньше, чем если бы вы это делали все, продолжали делать руками. Вот. Соответственно, да, вы инвестируете в человеческие ресурсы в случае ручного тестирования, здесь вы инвестируете именно в этот вот автоматический тул, в его разработку, в его поддержку. Вот. Мануальное тестирование хорошо подходит тогда, когда это надо там один, два, три раза, то есть, вот, как я уже говорил, когда вам отдают какой-то новый функционал тестирования, и вам вот один раз его надо вот так конкретно со всех сторон просмотреть, потестировать, то есть, здесь лучше мануально потестить. Потом какие-то основные проверки вы уже отдаете на автотесты, вот, и по факту автоматизаторы уже это все делают. Вот. Соответственно, автотесты могут гоняться сколько угодно. Мануальное тестирование подходит для юзабилити тестинга, UX. Те, кто не знает, это юзер экспириенс, либо юзабилити, это насколько удобно пользоваться вашим приложением. Да, в автоматизации сейчас там экспериментируют с искусственным интеллектом, с этими нейросетями, которые обучаются и так далее, но все равно удобно или неудобно, лучше, чем человек, никто не скажет. Поэтому здесь только мануальщина. Вот. Ну и, соответственно, в данном случае, если мы говорим про UI, то UI тестирование, а именно проверка, что все блоки относительно друг друга на месте, что все рамки соответствуют дизайну, все кнопочки нужного цвета и так далее, и так далее. Это тоже лучше тестируется руками, это можно заавтоматизировать, но там так получается, что настолько все хлипкое и хрупкое, что по факту, ну, инвестирование в автоматизацию UI нет смысла. Это слишком дорогостоящие и нецелесообразные на данный момент инвестиции, поэтому обычно вот именно внешний вид сайта проверяется тоже вручную. Вот. Так. Так. Опять-таки тоже, если вот мы сейчас продолжим, я сейчас хочу сказать такую вещь, да, на тему автоматизации. У нас в Латвии, я не знаю, как в других странах не сталкивался, но в Латвии есть немножко путаница понятий. Очень многие автоматизации, очень многие тестировщики считают себя автоматизаторами только потому, что они где-то прикладывали руку к автотестам. Есть компании, где сам код пишется разработчиками, а потом уже просто этот код используется, вот как кубики складываются тестировщиками. Если у тестировщика, например, не хватает какого-то шага, то есть вот, ну, например, тестировщику надо открыть форму регистрации, на открытие формы регистрации кусок кода уже написан, он просто его впихивает. Дальше ему надо там заполнить поля, там для имени, для фамилии, все этот код есть, и тут вот новое поле с датой рождения. Для этого еще кода не написано, ему нужно. Он делает задачу на разработчика, разработчик пишет код, и тестировщик потом его просто использует. То есть по факту это человек, который просто вот из готовых кусков кода, который кто-то написал, складывает пазл. Вот, это не автоматизаторы, то есть это просто тестировщики. К сожалению, у нас это понятие путается, и часто на собеседовании на автоматизатора приходит человек, который на самом деле даже программировать не умеет. Вот, поэтому, в принципе, как бы тут тоже не стоит путать понятие. Настоящий автоматизатор, настоящий тест-автоматизатор инженер, это тот человек, который умеет писать код, и который разрабатывает свой фреймворк полностью самостоятельно, без участия разработчиков. Вот. Соответственно, если мы говорим про мануальное тестирование, то мануальное тестирование очень хорошо подходит для Explorer, то есть Explorer testing, кто еще не знает, это исследовательское тестирование, это когда нету тест-планов, когда вам просто отдали ту или иную задачу, и вам надо по-быстрому это все протестировать, вы основываетесь только на знаниях продукта, вы основываетесь на документации, которая у вас есть, и на вашем опыте. То есть вы просто без каких-либо тест-планов, без ничего, просто гуляете по продукту и ищете баги. Про изобилити мы с вами уже поговорили, что это вот насколько удобно пользоваться вашим продуктом, и плюс ad hoc есть такой еще тестированный, либо monkey testing, еще его часто называют, то есть это в принципе, когда вот, например, я вам сейчас отдам абсолютно неизвестные вам продукты, и вы просто вот, в латышском языке есть хорошее слово, уздуло, то есть как бы, ну вот, вслепую будете пробовать что-то там найти, то есть у вас нет ни документации, ни знания этого продукта, ни предыдущего опыта в этом продукте, просто что-то пытаетесь вот натыкать, найти, то есть как бы, ну и вот выписывайте, то есть это вот такой быстрый вариант тестинга. Понятное дело, что автоматизация тоже здесь не канает, потому что автоматизация идет, это программный код, соответственно, он идет строго по определенным шагам, здесь этой строгости в шагах, увы, нету, или к счастью, не знаю, мне вот exploratory testing, например, очень нравится. Автоматизация. Автоматизация, по факту, для регрессии, это то, о чем мы уже с вами говорили, то есть регрессионное тестирование сразу покрывается автоматизацией для того, чтобы избавить тестировщиков вот этой вот рутинной работы. К сожалению, очень часто бывает такое, что тестировщики уходят с работы только из-за вот этих вот регрессий. Они говорят, блин, мне надоело постоянно выполнять эту регрессию, то есть изо дня в день приходится повторять одни и те же действия, то есть как бы, ну, это действительно очень скучно и действительно сломало ни одного тестировщика, и они меняли место работы тупо вот из-за этой регрессии. Вот. Автоматизация подходит для нагрузочного тестирования. Нагрузочное тестирование – это load testing, либо тот же performance testing. Идея в чем, что для того, чтобы проверить, насколько хорошо ваша система держит нагрузку, и эту нагрузку надо создать. Понятное дело, что вы один руками эту нагрузку создать не сможете. Даже если вы договоритесь со всеми своими коллегами что-то сделать, то эту нагрузку вы тоже не сможете создать, то есть как бы это, ну, надо постараться. Вот. И получается так, что автотестом без проблем вы пишете тест, ну и дальше может быть несколько вариантов. Нагрузку можно создать прямо из самой Java, то есть Java и в частности, там вот то, что мы будем использовать, там, инструмент, так называемый G-Unit, я про него еще буду рассказывать вам тоже, они позволяют один и тот же сценарий запустить в 10 потоков, в 20 потоков, то есть насколько хватает вашего компьютера, то есть ресурсов вашего компьютера. И начинают вот бомбить там вашу систему там теми или иными данными, там или теми или иными действиями, создавая эту нагрузку. Если не хватает компьютера, то прибегаясь к этим всем облачным решениям, то есть вот в эти вот большие там дата-центры и так далее, и так далее, там уже нагрузку можно создать достаточно огромную. Но все равно это все автоматизация, потому что руками хорошую сильную нагрузку вы не создадите. Это как вот, ну, хороший пример, EDS наш прекрасный 1 марта, то есть сейчас он уже получше шевелится, а первые разы было так, что там 1 марта даже делать было нечего, он даже не загружался. Вот, то есть как бы, и там разработчики даже не хотели проверить, там, ну, сколько вот в EDS 1 марта ломится. Ну, я думаю, миллиона-полтора точно сразу ломятся туда. Вот, попробуйте вы создайте руками нагрузку, когда вот полтора миллиона человек ломится на ваш ресурс. То есть это вряд ли. Автоматически, в принципе, тоже невозможно, но, по крайней мере, можно приблизиться к этому. Вот, все, что повторяется, весь, все, что повторяется, весь репитинг-тестинг, то есть все, что, например, там, раз в неделю повторяется, одни и те же сценарии и так далее, все тоже автоматизируется для того, чтобы вам просто не заниматься этой рутиной работой. Вот. Ну, и, в принципе, что лоу-тестинг, что перформанс-тестинг, это одно и то же, ну, не одно и то же, это как бы близкие, это вот именно связано с нагрузкой. Тут, опять-таки, тоже для генерации данных, например, есть такое понятие еще как volume-тестинг, это объемочное тестирование, это тестирование вашего продукта, когда, например, у нее огромная база данных. То есть для того, чтобы эту огромную базу данных получить, эту базу данных надо забить какими-то данными. И забивать эти данные руками, понятное дело, нецелесообразно, вы никогда не... Ну, вы с ума сойдете забивать, например, создавать миллион пользователей в системе. А так, вы написали автотестик, запустили его по кругу, и он гоняет вам, создает эти записи, создает пользователей. В пятницу вечером оставили его, в понедельник утром пришли, у вас уже там будет порядка 300-400 тысяч пользователей. То есть как бы удобно, классно, то есть как бы, в принципе, здорово. Почему нужна вообще в целом автоматизация? Почему ее выбирают? Потому что это повторимость. То есть как бы у вас все стандартно, все вот как бы идет по лыжам. То есть вы всегда уверены, что у вас тот или иной момент будет проверен. Вот скорость, особенно если мы говорим... То есть мы говорим, помните, в начале первых слайдах было UI-тестирование, то есть тестирование с точки зрения пользователя, то есть через браузер, и backend-тестирование. То есть когда браузер не участвует, мы напрямую на сервер отправляем запросы. На тему скорости, вот тестирование именно в браузере, тут сложно говорить, потому что мы ждем, пока браузер откроется, пока страничка загрузится, пока JavaScript отработает, пока элемент появится и так далее. Много этих ожиданий. Но все равно это быстрее, чем сидеть и кликать мышкой. То есть как бы он все равно это делает чуть-чуть быстрее. Если мы говорим про backend-тесты, то это все происходит очень быстро. И у меня был проект, в котором я работал, где мы тестировали только автоматизацию этот проект, там мануального было очень мало. И там было так, что за 2 минуты пробегало почти 9 сотен сценариев. То есть как бы в один поток. То есть почти 900 тестов, backend-тестов, пробегало за 2 минуты. То есть это вот настолько все это быстро, это все backend-тесты. И понятное дело, что руками проверят. Это даже близко. Если бы все эти сценарии проверять руками, то это ушло бы день-полтора, может быть даже два. То есть пока там все это посчитать, эти данные отправить, создать. А тут все просто стреляет как из пушки. То есть вообще классно. Затраты. Про затраты тут тоже, как говорится, мы уже с вами говорили не раз, что вначале, да, это будут затраты на поднятие этого всего, на создание основы. Но потом затраты должны уменьшаться. И что классно еще у автоматизации, у автоматизации всегда в принципе есть репорты, отчеты. То есть пробежали ваши тесты, и у вас есть на руках отчеты. Отчеты о том, что какие тесты пробежали, какие тесты упали. Вы смотрите, почему эти тесты упали. Часто прямо в репортах, то есть мы будем стараться тоже писать наши автотесты так, чтобы в репортах указывалось, что пошло не так. Автотесты обычно пишут по шагам, что они делают. То есть, соответственно, если заказчик, менеджер, коллега, еще кто-то захочет посмотреть, а что мы тестируем вообще, у вас после прогона тестов есть подробный список того, что мы делаем. Перешли на такую страницу, посмотрели туда-то, взяли то-то, кликнули туда-то, проверили то-то, все в порядке, там не в порядке и так далее. То есть у вас все, автотест может писать подробно всю инструкцию того, что он делает. И это, в принципе, достаточно большой бонус. Почему автотесты не стоит выбирать? И вот тут вот первые варианты тоже повторяются, вот эта вот повторимость. С одной стороны, повторимость хорошо, вы всегда уверены в том, что он проверяет. С другой стороны, из-за этой повторимости вы никогда не найдете каких-то мелких багов, каких-то мелких неточностей. Почему? Потому что банально просто вы как человек, когда что-то тестируете, вы параллельно боковому зрению видите, что там где-то что-то съехало. Автотест этого не увидит, понятное дело. Автотест тестирует строго то, что ему сказали. Сказали протестировать эту кнопку, он будет смотреть на эту кнопку. И ему пофиг, что там где-то рядом что-то уехало куда-то. То есть как бы он этого не увидит. Про стоимость, опять-таки тоже, как я уже говорил, не раз, что изначально стоимость достаточно высокая, потому что нужны специалисты, которые это все поднимут, и потом только она пойдет вниз. Если мы берем какие-то внешние, то есть готовые решения, то есть готовые инструменты по автоматизации, то есть опять-таки надо понимать, что это будет дорого, плюс это будет лицензия, то есть это будет выливаться в достаточно круглую сумму, ну и плюс еще, как говорится, помимо того, что в круглую сумму еще и поддержки, никакой куча времени будет потрачена на то, что это все дело надо настроить. То есть в частности, я на первом курсе эту историю люблю рассказывать. В одной из компаний у меня был опыт, что вот как раз перформанс-тест, вот эти вот нагрузочные тесты надо было делать. И решили, что мы не будем их делать сами, мы возьмем готовый тул, то есть готовый инструмент. У компании купили лицензию на этот тул, которая стоила так что больше 1000 евро. Более того, этот инструмент надо было настроить еще. И для того, чтобы его настроиться, с другой стороны, необходимо было прислать специалиста, который почти полгода жил в Риге на деньги компании, то есть ему еще и зарплату приходилось платить, который сидел и настраивал этот тул. В результате через полгода он написал маленький перформанс-тестик один совсем, сказал, вот вам перформанс-тестик, пожалуйста, то есть как бы вот по образу и подобию можете дальше писать сами. Типа, я свою работу сделал, я все настроил, с вашей системой, теперь наша программа работает. Вот. Притом, на тот момент, когда он уже нам это презентовал, он был уже в своей стране, презентовал это все через видеоконференцию, примерно, как мы сейчас с вами общаемся. И было это примерно так. На очень плохом английском. Короче, половина народа посредине встала и вышла, и, насколько я знаю, так до сих пор больше ничего в этом плане сделано не было. То есть было потрачено огромное количество денег и ресурсов, вот, но в результате ничего это не принесло, и проще было и быстрее написать это все на готовой джаве, то есть как бы и не париться. Вот. И, соответственно, еще один из минусов, это то, что мы можем пропустить кучу мелких багов. Почему? Потому что автотесты обычно пишутся на какие-то такие вот основные сценарии, потому что написание тестов занимает время и сначала пытаются покрыть основные сценарии, которых очень много, и какие-то мелочи просто упускаются. То есть, поэтому, в принципе, те мелочи, которые вы глазами заметите, автотест их, увы, ах, пропустит. Что же должно быть заавтоматизировано в целом? Это бэкэнд. Почему бэкэнд? Потому что это что-то, что мы не можем пощупать. Это что-то, где мы не можем понажимать кнопочки. Это что-то, что руками очень тяжело протестировать. Потому что если мы тестируем бэкэнд руками, это значит, нам надо руками через специальные инструменты составлять вручную запросы, вручную их отсылать на сервер, сервер возвращает ответ. все это руками раскладывать, проверять, что все правильно. Это зачастую очень тяжело сделать. Мы когда бэкэнд будем проверять, вы посмотрите, насколько это непросто. То есть, соответственно, вот это все намного проще зафигачить. Автотест, который будет это все делать, а мы только отчетики будем смотреть. Все, что связано с базами данных, то есть, как бы, все туда. Лучше автотестом отдать и руками туда не лезть. Критический функционал, то есть, это так называемый еще из понятия smoke testing, то есть, это по-русски это дымовое тестирование, но обычно, в принципе, все равно используют слово smoke. Это, в принципе, минимальный набор проверок, которые тестируют основной жизненно необходимый функционал. То есть, и, соответственно, это тоже автоматизируется для того, чтобы по-быстрому проверить, то есть, не знаю, там у вас продукт упал, вы его, ну, то есть упал, сломался, что-то произошло, там завис, вы его подняли и по-быстрому надо проверить, что он в порядке, то есть, как бы лучше всего запустить автотест. Вот. Рутинная операция, то, что я уже вам говорил, то есть, это все регрессии, это все валидации, проверки, формочки и так далее, тоже классно тестировать автоматически, чтобы не сидеть, каждый раз не вбивать разную информацию и проверять, что он выдаст вам вот именно нужный результат, то есть, как бы это все вот эта вот рутинная неинтересная работа. Вот. Длинные, так называемые end-to-end тесты. End-to-end тесты это тесты, которые не просто там вот одно поле со всех сторон тестировать, а end-to-end это тестирует целый сценарий. Если мы, например, берем интернет-магазин, то это будет целый сценарий, который начинается с того, что мы заходим на главную страницу интернет-магазина и заканчивается тем, что мы получаем готовый продукт, например, то есть, как бы это вот целый набор разных действий, то есть, который проверяет целую цепочку пользовательских действий. И, понятное дело, что иногда эти end-to-end они очень длинные и руками их повторять тоже достаточно мудно. Автотест это пройдет и никаких проблем. Вот. Ну и все, что связано с калькуляциями, с расчетами, высчитами и так далее, то есть, как бы это тоже лучше отдать автотестам, потому что здесь тупо огромный человеческий фактор на тему того, чтобы ошибиться. И вот до автотестов, когда я тестировал все руками, то есть, вот эти вот все подсчеты, реально было, не совпадает. И ты сидишь и думаешь, либо там баг, либо ты неправильно посчитал. Берешь заново формулу, там данные, начинаешь опять считать. То есть, там потом до автоматизации появились Excel-таблички, которые там, в принципе, как бы тоже начали использовать, но все равно там тоже как бы это муторно, потому что эти данные надо было внести туда, еще как-то сверить. проще было один раз написать автотест, который все это проверяет, который это все считает. Все, забили, довольны и счастливы. Вот запустили тест, он все проверит. Вот. Есть три уровня для автоматизации. То есть, соответственно, первый уровень это юнит-тесты, туда же идут еще интегрэйшн-тесты, так называемые. Это те тесты, которые пишут разработчики. Мы будем так же само писать код, у нас будут методы, либо функции. То есть, это вот маленький кусочек кода, который выполняет определенное действие, из которых потом будет складываться вся наша программа, все наши последовательности действий. Соответственно, юнит-тест это те тесты автоматические, которые проверяют только одну конкретную функцию в рамках этой функции. То есть, соответственно, если у нас мы пишем там калькулятор, вот, у нас есть функция, например, деления. Вот. Это функция, которая как входной параметр принимает одно число и второе число, внутри одно число делит на второе число и выдает результат. Соответственно, юнит-тесты будут такие, которые сначала будут проверять, мы всегда сначала проверяем позитивный сценарий, happy pass, то есть, который будет давать, например, 9 и 3 и проверять, что функция нам вернет 3. там 10 и 5, и проверять, что функция нам вернет 2. Потом будут негативные сценарии, мы проверим, что, например, 0 и 1 вернет нам 0, либо 1 и 0 вернет нам ошибку, что на 0 делить нельзя. То есть, вот это вот юнит-тест, они проверяют только одну маленькую функцию со всех сторон. Интеграционные тесты, либо integration-тесты, это те тесты, которые проверяют работу либо нескольких функций вместе, либо целой системы вместе. Но все вот эти вот юнит-тесты, integration-тесты лучше всего оставить на попечении разработчиков. Разработчики, перед тем, как отдавать на тестирование тестировщикам что-то, они тоже проверяют своими тестами свой функционал, чтобы не было такого, что на тестирование отдали, а вот вообще ни хрена не работает. То есть, как бы спрашиваются, типа, а что ты нам-то отдал-то, как бы, оно же не работает, нифига. Вот. Дальше функциональный уровень, то есть, это вот то, что мы напрямую с сервером общаемся, то есть, это там, где не задействованы визуально никакие элементы, то есть, у нас нет браузера, у нас нет кнопочек, мы ничего не можем потыкать, то есть, это исключительно только вот эта вот невидимая часть, которая выполняется на сервере. То есть, мы можем подать, отослать серверу какие-то данные напрямую, сервер нам напрямую возвращает какой-то результат. Мы работаем с этим. Вот. И, соответственно, следующий этап, это вот с чего мы начнем, это UI уровень, то есть, UI слой, это там, где уже присутствует, например, браузер, либо это, если мобильное тестирование, то это аппликация какая-то открывается, то есть, десктопные аппликации иногда тестируются, хотя сейчас очень редко, то есть, в основном, в принципе, сейчас все заточено на автоматизации браузерного всего чего и аппликации на мобильных телефонах, то есть, ну, это вообще в целом вообще отдельная тема. Вот. То есть, как бы в целом есть вот эти вот уровни. Вот. архитектура тоже достаточно тут простая, это основа основ любого тестирования, есть так называемые прекондишены, прекондишен в тестах, это непосредственно подготовка к тестированию, вот, есть сами шаги тестирования, сами проверки, и посткондишен, это, как говорится, поднасрали, уберите за собой. Вот. Соответственно, получается так, что если брать на каком-то примере, то у нас есть, например, логин, форма логина. Для того, чтобы нам проверить форму логина, нам нужно иметь зарегистрированного пользователя. Соответственно, в прекондишенах будут шаги для регистрации пользователя, то есть, мы подготавливаем тестовые данные. В самих шагах уже будут непосредственно те шаги, которые нам нужны для тестирования самой формы, то есть, это заполнение логина, заполнение пароля, нажатие на кнопку логин и проверки результата. Посткондишенс, это уже зачистка, для того, чтобы база данных не разрасталась от наших тестовых пользователей, мы созданного пользователя после проверки из базы данных удаляем. То есть, это уже посткондишенс, то есть, уборочка. Так, вопрос, Дима, ты говоришь, что вот юнитесты лучше отдавать разработчикам. Может ли быть, что автоматизаторам придется ими заниматься? Да, может быть, к сожалению, в некоторых компаниях идея в чем, что писать автотесты разработчики очень не любят, плюс разработчики часто пишут автотесты очень однобоко, то есть, только какие-то основные пути сценарии. И очень часто разработчики хотят, чтобы тестировщики участвовали в написании этих тестов. Это, на мой взгляд, очень плохая практика, но, к сожалению, иногда разработчики до этого додумываются. Чаще всего это тогда, когда к руководству в виде руководителя IT-отдела приходит бывший разработчик, и он на старых своих дрожжах гнет свою линию. Сами понимаете, если к руководству приходит бывший разработчик, он будет гнуть все в сторону разработчиков, потому что у него бэкграунд такой. Придет к руководству бывший тестировщик, соответственно, он будет гнуть все в сторону тестировщика, то есть, каждая метла по-своему метет. Поэтому, к сожалению, такое тоже бывает, но, честно скажу, это не очень интересно, и я стараюсь этого избегать. Вот. Так. Соответственно, если говорить в целом про автотесты в жизни проекта как такового, то по факту изначально обычно идет ручное тестирование. Обычно автоматизаторы просят, если вот есть отдельный отдел автоматизаторов, они просят, чтобы были отдельные тест-планы, по которым будут писаться автотесты, эти тест-планы обычно намного более подробные. Почему? Потому что я уже рассказывал, что для компьютера важно все досконально расписать по шагам. То есть, соответственно, в принципе, про пейплайн, то есть, интеграция пейплайн, это как раз вот эта вот череда, вот эта цепочка действий. То есть, это все называется вместе пейплайн. Соответственно, вот туда мы это тоже интегрируем, про это мы тоже с вами поговорили. То есть, в принципе, этот слайд уже мы обсудили, и он уже присутствует в лекции. ваше домашнее задание. Со следующей лекции мы начинаем программировать. Мы будем все настраивать и начинаем уже программировать. То есть, в принципе, наверное, такая чистая теория была вот только сегодня. Будет еще про гид отдельная лекция, где мы не будем программировать, мы будем разбираться, что такое гид. Но в большинстве лекций мы будем программировать. В следующей лекции мы начнем писать первые наши программы. В отличие от предыдущих потоков, где у нас, ну, то есть, как, не то же предыдущих, а изначально в этом курсе, не было предусмотрено отдельное изучение основ Java. То есть, мы сразу начинали писать автотесты и уже параллельно учиться. Как показала практика, это достаточно сложно. Вот, поэтому у нас теперь есть отдельная лекция, где мы изучаем основы Java. То есть, что такое переменная, как там числа складываются, как со строками работать и так далее, и так далее. То есть, привыкаем к среде разработки, привыкаем к синтаксису, я рассказываю, что как, почему. В общем, начинаем программировать. Для того, чтобы раньше мы это все ставили на лекции, но пока это все выкачается, пока это все установится, мы тратили лишнее время, поэтому теперь это ваша домашняя работа. Нам нужно установить три программы и зарегистрироваться в одном из сервисов. Первое, что у нас, нам нужно зарегистрироваться на GitHub. GitHub это как раз тот ресурс, на котором мы будем видеть наш код, через который мы будем обмениваться кодом. Это тот ресурс, куда вы будете выкладывать свой код и тот ресурс, где я буду проверять ваши домашки. у GitHub надо только зарегистрироваться, ничего больше. То есть, в принципе, вы заходите, набираете в Google GitHub, он вам сразу выдает буквально первую же выдачу, вот он, github.com, заходите, и у вас вот есть кнопочка sign up, заполняете, регистрируетесь, то есть, как бы, соответственно, все, никаких больше проблем. Вот, соответственно, код, который мы будем писать в классе, я тоже буду с вами делиться именно на GitHub, у вас будет ссылочка, вы будете видеть там все изменения, то есть, вы будете им пользоваться. Вот, здесь надо только зарегистрироваться, ничего создавать не надо, ничего там нового делать тоже не надо, это будет создано, там будет все автоматически. Вот, опять-таки, сразу напоминаю, когда вы зарегистрировались, обязательно запишите себе где-нибудь свой логин и пароль, всегда находится процентов 10-15 человек, которые потом, ой, а я забыл свой логин и пароль, и мы потом мучаемся, пытаемся это все дело восстановить, то есть, как бы, обязательно запишите куда-то. Дальше три программки. Первая программка это IntelliJ IDEA, это среда разработки, в которой мы будем писать код. Опять-таки, торжественно мы пишем IntelliJ IDEA, вот она, это разработка JetBrains, никакого Eclipse мы использовать не будем, потому что есть, в принципе, два таких конкурирующих момента, это IntelliJ IDEA и Eclipse, Eclipse не очень дружелюбные, IntelliJ IDEA настолько дружелюбная, как стал один из студентов, настолько дружелюбная, что иногда в нее плюнуть хочется. Мы можем сразу перейти в секцию скачивания, и здесь очень важно, IntelliJ IDEA есть два варианта, две версии, вот они. Первая версия это Ultimate, это полноценная большая версия, она за денежку, то есть, есть 30 дней бесплатная версия, она за денежку, то есть, если вы приходите в компанию, работать у вас будет лицензия, вы будете пользоваться Ultimate Edition, нам надо качать Community Edition, она бесплатная, и нам для автоматизации Community Edition хватит выше крыши, все, что нам нужно, там есть, и платить не надо, то есть, скачивайте Community Edition, все, что здесь я вам предлагаю, оно подходит, оно кроссплатформное, то есть, и IntelJ IDEA, и все остальные две программки, они есть и для Винды, и для Linux, и для iOS, то есть, для яблочек, то есть, к тому маководу у нас, то есть, качаем именно Community Edition, качаем и устанавливаем, вот, открывать не надо, ничего создавать там тоже пока не надо, этим всем мы будем заниматься уже, в принципе, в следующий раз, следующее, нам надо установить саму Java, то есть, в принципе, я вообще рекомендую ставить восьмерку, с ней проблем меньше, но сейчас можно ставить и пятнадцатую, то есть, именно Java, именно GDK, то есть, GDK расшифровывается как Java Development Kit, то есть, есть Java для запуска программ, то есть, она обычно у вас у всех где-то на компьютере стоит, в какой-то момент она ставится там, вот, а вот GDK у вас нигде нету, то есть, и соответственно, вам надо ее скачать, когда вы будете качать Java, GDK, вас, это будет сайт Oracle, вот, вас могут попросить зарегистрироваться, вы регистрируетесь, не парьтесь, спам они не шлют, рекламу они не шлют, они вообще ничего не шлют, то есть, как бы, зарегистрировались, скачали, установили, я честно рекомендую вам поставить восьмую версию Java, GDK, именно GDK, то есть, как бы, для того, чтобы просто меньше проблем было, вот, поставите поновее что-то, проблемы порешаем, не парьтесь, вот, как бы, это рекомендация, то есть, но в целом, можете ставить последнюю, то есть, как хотите, нам полностью хватает восьмой версии, и в принципе, ничего особо нового, что есть в более новых версиях Java, мы использовать в рамках этого курса не будем, поэтому, на ваше усмотрение, вот, и не, то есть, как бы, чтобы поставить Java, GDK, то есть, в принципе, просто берете, копируете, открываете опять-таки Google, великая вещь, вот, вставляете, Enter, вот он вас сразу выдает, Java Development Kit, 8 Downloads, жмете, переходите на страничку скачивания, и дальше для разных платформ здесь, и вот оно для iOS, для Linux, смотрите, какой у вас Linux, стоит обычно те, кто Linux пользуется, знают, на вот, и вот оно для Windows, для 32-битных машин, и для 64-битных машин, то есть, как бы, выбираете нужный вам, тыкаете, качаете, то есть, там попробуйте зарегистрироваться, тыкаете, регистрируете, качаетесь, качаете, устанавливаете, везде, где вы что устанавливаете, просто жмете, Next, 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 и как бы, в принципе, не паритесь, больше ничего вам не надо, там ничего такого, подводных камней не будет, вот, следующее, что вам надо поставить, для того, чтобы ваш код, из среды разработки, то есть, среда разработки, это вот именно то, где мы будем писать код, Java код, чтобы ваш Java код, можно было выложить, на GitHub, чтобы другие могли его посмотреть, вот, нам нужен сам гид, то есть, гид это, по факту, инструмент, который берет ваш код, и выкладывает его куда-то, на какой-то сервер, вот, его тоже надо скачать, тут тоже все, в принципе, достаточно просто и прозаично, в поиске, набираете гид, просто гид, без ничего, первый же, вот, это вот иконка его, первый же результат, который он выдает, вот он, вот этот вот, жмакаете, и у них все очень удобно сделано, вот здесь вот сбоку, у вас мониторчик есть, и под вашу операционную систему, будет сразу предложен, нужный вариант скачивания, то есть, для iOS, здесь будет скачивание для iOS, для Linux, Linux, и для Windows, вот оно, вот, for Windows, то есть, скачаете, устанавливаете, устанавливая тоже, везде жмете, next, 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 и будет вам счастье, и в принципе, если вы дома, зарегистрируетесь на GitHub, скачаете, установите три аппликации, то есть, саму Java, среду разработки и git, то в дальнейшем, в принципе, мы с вами на следующей лекции сможем начать настраивать все, начать программировать, писать наш первый код, вот, на этом сегодня, все, вопросы есть? Все,